В этом исследовании приняло участие тысячи человек, в буквальном смысле этого слова, в том числе и присутствующие в зале, в том числе, я надеюсь, и слушающие сейчас нас в гуллайне люди, всем людям, которые принимали участие в этом исследовании, примерно 20-летним, и посвящается сегодняшний доклад. Тем более, он для нас важен, что подобные исследования не закончились, и фактически космопоезд, начавшийся с исследования Тунгусского метеорита, номером 2 взял в качестве объекта исследований метеорит Кореневский, а далее, как в известной поговорке, отдали везде. То есть, далее наше внимание и наш интерес распространился на все подобные явления. И, соответственно, конечно, не учитывать опыт и положительный отрицательный было бы чрезвычайно непростительно. Но вначале я несколько слов скажу, с Вашего позволения, о последних новостях, которые произошли буквально за прошлую неделю. Мы с Вами встречались в прошлую неделю на лекции, посвященной случаю появления налога в Оренбургской области. 6 числа была большая встреча в городе Гагарин, Смоленской области, где в музеях Гагарина несколько музеев, в том числе и в самой большой из них музей первого полета, где была очень теплая встреча с представителями музея, где вначале представители музея показали, чем они богаты и рады видеть всех гостей. Ну, а затем, так сказать, мы отчитались о проделанной работе. 7 числа, то есть ровно в день 20-летия так получилось, я читал лекцию, посвященную этому событию, непосредственно на месте событий, в Смоленской области, в той точке, где метеорит, о котором сейчас пойдет вещь, и вошел в атмосферу Земли около 22 часов вечера. Вот так получилось, что этот знаковый юбилей был встречен под звездным небом, только под звездным небом планетария. И к моему большому удивлению и радости жителей Смоленска, вначале мы встречались с первоклассниками, с детьми, потом пришли взрослые люди, но вот так получилось, что я, наверное, был удивлен, приятно удивлен от проявленного интереса и от эрудиции жителей Смоленска, ну, как минимум не меньше, чем многие из них были удивлены услышанными событиями, о которых мы еще будем говорить. Значит, в ближайшее время у нас после сегодняшнего доклада расписаны темы следующих заседаний, ну, как минимум еще на два заседания. Я коротко проанонсирую, в следующий вторник мы с вами здесь встречаемся, и непосредственной темой доклада будет лекция Александра Белова, посвященная достаточно такой пограничной теме, может быть, отчасти провокационное название, но действительно тема более чем любопытная, название существовали ли люди миллионы лет назад. Разумеется, есть на этот счет официальная точка зрения, есть традиционные точки зрения, ну, разумеется, проанализировать, какие доводы в пользу той или иной версии, я думаю, что у нас будет такая возможность, тем более, что докладчик, который будет представлять эту тему, в общем, хорошо известен, и в том числе и своим профессиональным подходам. Через вторник, то есть на следующий вторник, следующий доклад будет посвящен теме исследований фотошопных изображений, изображений НЛО на фотографиях. Разумеется, тема более чем злободневная, присутствующие здесь, наверное, еще помнят те славные времена, когда фотошоп-слова еще не существовало, подделки делались белилами, красками, ножницами и клеем. Но технологии не стоят на месте, технологии фотошопа, технологии подделок усложняются, и, конечно же, для того, чтобы нам быть в теме, для того, чтобы поспевать за новейшими тенденциями, очень бы хотелось послушать профессионалов. Выступать будут через вторник как раз профессионалы с лекцией, условно говоря, посвященной, как распознать подделку, фотошопную подделку. Значит, очень рекомендую, особенно тем, кто занят непосредственно этим самым распознанием. В том числе и я этим занимаюсь периодически, но на моих глазах я вижу, как действительно усложняется ситуация. Ну, кроме того, желающих приглашаю на встречу 13-го числа, то есть это послезавтра. Встреча пройдет в городе Шатура. Принимающей стороной является группа, одна из наших замечательных региональных групп Шатура «Космопоиск». Доехать туда, в общем, от Москвы не так далеко. Возможно, я не настаиваю, но вполне может быть, что желающие найдутся приехать туда и из Москвы, и из Московской области, и из соседней Владимирской области. А из Владимирской области еще ближе будет. Значит, тема доклада посвящена, во-первых, загадкам Востока-Носковской области, это и знаменитые Шатурские воронки метеоритные, это и знаменитый Шушмар, это и прочие самые невероятные легенды этого дремучего легендарного края, в том числе легенды, связанные с поиском родины Илья Муромца. В общем, есть о чем поговорить, и есть куда направить следующие годы своего внимания и исследований. Тем более, что, вы помните, мы неоднократно проводили в Шатурском районе экспедиции, начиная с 2004 года, 2005, 2011, там были большие экспедиции, ну, не считая мелких и маленьких. По секрету скажу, непосредственной причиной встречи в Шатуре послужило то, что там совсем недавно было сделано очень удивительное открытие, о котором пока еще нигде не сообщается. И вот познакомиться с этим открытием, возможным, конечно, открытием, исследовать его на месте, а заодно и провести такую выездную лекцию, вот непосредственно это и явилось причиной экстренного проведения вот этого мероприятия. Кроме этого, значит, еще раз напоминаю, после прошлого раза, когда я объявлял о грядущем ежегодном научном чтении и космопоиска, неделю назад я об этом говорил пока предварительно, вот сейчас уже дата полностью утрясена, и я думаю, что сегодня, завтра, может быть, в ближайшие дни мы уже опубликуем объявление, официальное объявление, касающееся этого мероприятия. Дата утрясена, она замене не подлежит. К сожалению, в субботу, которую предлагали присутствующие здесь люди в качестве наиболее вероятного дня, пришлось от субботы отказаться, ну, по техническим причинам, долго не буду объяснять, поэтому, отказавшись от субботы, мы в качестве такой даты выбрали ближайшее воскресенье. В ближайшее воскресенье, к той дате, о которой говорилось, это 4 декабря. 4 декабря с 11 утра и предположительно до 19 вечера, предположительно, мы будем заседать в этом помещении, в большом зале на первом этаже. Значит, предлагайте, пожалуйста, пока не поздно, пока еще полностью не заполнен регламент выступлений и список докладчиков, список будет ограничен, как всегда. По прошлым разам я помню, что всегда в начале есть большой дефицит докладчиков, в последние дни переизбыток докладчиков, и нам приходится докладчикам отказывать в силу того, что они не торопились с темами докладов. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте все до последнего дня, обращайтесь либо ко мне, либо к Александру. Среди возможных новшеств этого года, подчеркиваю, возможно, сейчас это обговаривается. Не знаю, как понравится, как бы сказать, вот такой экспериментальный подход или нет, но после разговора с музыкантами, играющими в стиле космической музыки, значит, мы пришли к такому предварительному соглашению, что если совместить два мероприятия, чтение космопойска и концерт космической музыки. Естественно, это означает, что если мы совместим, то это означает, что количество докладов будет сокращено, а между докладами мы дадим возможность музыкантам сыграть все их самые замечательные космические мелодии. Насколько это будет оправдано, естественно, сейчас сложно сказать, но я почти уверен, что эта музыка, волшебная космическая музыка, она наверняка только, так сказать, увеличит восприятие от докладов научных, ну и наоборот. Посмотрим, подчеркиваю, насколько этот опыт удастся, и если удастся, то может быть, через месяц, через два, мы уже проведем отдельно фестиваль космической музыки. где уже музыки будет больше, а разговоров, научных каких-то диспутов, может быть, меньше. Ну, в любом случае, пожалуйста, предлагайте какие-то новые формы проведения мероприятий, мы открыты для новшеств, для каких-то, так сказать, на объединениях. Ну, и еще напомню, заодно 12 ноября у нас ожидается очередные, по-моему, 48, если я не ошибаюсь, по счету чтения Зигельевские. Казанцевские чтения Космопольские у нас под номером 16, а Зигельевские, по-моему, 48. Я могу чуть-чуть ошибаться, но ненамного. Значит, доклады на Зигельевские чтения уже сверстаны, соответственно, туда уже втиснуться нельзя, а вот на Зигельевские, которые 4 декабря, еще не поздно. Вопросы есть по регламенту, по ближайшим мероприятиям? Если нет, тогда я плавно возвращаюсь к непосредственному виновнику торжества, назовем это так, к событию, которое произошло на территории Смоленской, Брянской и Калужской областей ровно 20 лет назад. Значит, 7 октября около 22 часов вечера, когда большинство людей в это время, ну, можете примерно сопоставить сегодняшнюю погоду, могу сказать, в то время погода была примерно такой же. Холодный, но еще плюсовой. В основном в такое время года народ, естественно, сидит по домам, поэтому ничего удивительного было в том, что большая часть очевидцев видела события, произошедшее событие в окно из своих ист, из своих домов. Значит, в основном события описывали следующим образом. Сначала раздалась какая-то очень мощная вспышка. Значит, я сейчас показываю на картах, на снимках, на слайдах, карты мест, тех мест, о которых пойдет речь. Места, конечно, безусловно, очень интересные и заслуживают отдельного разговора в плане легенд и достопримечательностей, с которыми мы столкнулись, попутно и изучая находясь в поисках обломков метеоритов. Но об этих достопримечательностях и легендах я, наверное, буду, естественно, говорить попутно или, может быть, после окончания доклада. Сейчас сконцентрирую все свое внимание на том, что видели люди. Вначале восточнее Смоленска происходящее событие люди воспринимали как падение очень мощного болида. Но поскольку сейчас многие благодаря видеозаписям, сделанным в Челябинске в 2013 году примерно представляют себе, как падает крупный болид размером с Челябинским, поэтому условно говоря, я вместо тысячи слов просто сошлюсь на те кадры, на многочисленные кадры, которые вы видели в 2013 году по Челябинску. То есть нечто очень мощное, очень яркое, очень интенсивно горящее, быстро пролетает по небу испуская очень длинные тени. Естественно, с некоторыми оговорками. Во-первых, в Челябинске события происходили уже после рассвета, то есть был дневной свет, и да, и тем не менее, даже в условиях контрастного дневного света вы видели, как падающий Челябинский болид отбрасывал яркие тени, то есть ярче, чем от солнца, в буквальном смысле. Что же можно говорить о Кореневском метеорите? Ну, в тот момент, когда начались эти события, слово Коренева, безусловно, еще не мелькало в наших сводках. Что это такое падало, и что светилось, в тот момент еще не знал никто. Но если вы представили себе ночной Челябинский метеорит, вот примерно, можно сказать, примерно вы правильно себе представили события, происходящие в Смоленской области. Значит, все было освещено очень ярким светом, свет плавно сдвигался на юг, и чем южнее он распространялся, со стороны Смоленской области он переместился на юг в Брянскую и Канужскую область, и вот чем ближе на юг, тем больше рос по величине яркий светящийся шар, летящий по небу, и в конце концов этот шар принял, со слов местных жителей, колоссальные размеры. К слову сказать, вот эти все рисунки я рисовал со слов очевидцев по-свежему, но как оказалось позже, в 13-м году, это рисунки 96-го года, как оказалось в 2013-м году, эти рисунки практически полностью повторяли фотографии, которые появились после Челебенского метеорита, что, в общем, говорит о том, о родственности этих событий, этих явлений, ну и уродственности масштаба. Заранее забегая вперед, скажу, чтобы мы не, чтобы мы правильно представляли масштаб событий, лучше всего, образнее всего оперировать данными, приблизительными данными о размерах и о массе тела, которое упало в том или ином случае. Ну, для сравнения, чтобы мы понимали масштаб событий, самое грандиозное за последние века падение из зафиксированных на Земле, это падение на Тунгуске, по усреденным данным, как считается, размер тела, которое вторглась в атмосферу, было порядка 60 метров, там, в диаметре, в размерах, неважно, но это, в общем, солидный такой многоэтажный дом, тело, которое упало в Челябинске, в Челябинской области в 2013 году, по уже более точным оценкам, более точным в связи с тем, что растет, естественно, количество фотографий, растет качество измерений, ну, и количественные, качественные оценки, значит, считается, что размер Челябинского тела изначально был 18 метров, запомните, пожалуйста, эту цифру, значит, 60 метров, 18 метров, значит, и вот теперь, возвращаясь, 96-й год, 20 лет назад, по оценкам 20-летней давности, размер Кореневского тела был не менее 14 метров, то есть, иными словами, при этом сразу скажу, что, конечно, точность измерений в 96-м году была, ну, может быть, на порядок хуже, чем в 2013-м, то есть, вот это вот утверждение, что не меньше 14 метров, можно трактовать, конечно, достаточно вольно, в том числе, и сказать, что он приблизительно был равен метеориту Челябинскому, ну, по крайней мере, одного с ним порядка, значит, то есть, иными словами, я сейчас говорю о Челябинском метеорите только образца 96-го года, образца того года, когда ничего не знали, или, по крайней мере, не имели понятия, не имели представления о том, что такие события, оказывается, могут происходить, ну, буквально, над нашими глазами. Значит, к чему это? Вот как проходила траектория падения этого тела. Для сравнения, на этой карте я подскажу, где находится Калуга, вот здесь, вот здесь вот находится Калуга Калужской области, вот здесь вот находится Смоленск, ну и примерно здесь находится Брянск, то есть падение произошло в треугольнике между тремя областными центрами. Ближе всего, конечно, к району событий был Брянск, но в конечном итоге мы сейчас будем рассказывать всего о двух районах Калужской области, о Людиновском и Жиздринском, на границах которого, в общем, и закончились эти события. Ну, еще раз подчеркиваю, начались они в Смоленской области, откуда я только что приехал, и где мы вот так скромно может быть, но тем не менее отметили события 7 октября, красный день календаря. Вот как проходила траектория падения уже над районами Калужской области, и как я уже сказал, больше всего сообщений, мы стали, еще не зная, что произошло, и где упал метеорит, если это вообще метеорит, мы стали получать сообщения из самых разных населенных пунктов, вот они отмечены зеленым кружком, чем больше было сообщений, тем соответственно, больше кружок, и несложно заметить, что большая часть всех сообщений было из самой Калугии, ну понятно, в силу, наверное, причина находится в том, что это крупный областной центр, из города Киров, не путать с городом Кировом, Кировской области, Калужской области, и рекордсменом был город Людинов, это самый крупный город, находящийся практически под трассой падения, чуть меньше мы получили сообщений из Жиздры, районный центр непосредственно в районе падения, но меньше просто потому, что там население меньше, большое количество сообщений из Дитькова, это уже соседняя Брянская область, ну поменьше из Сухиничи, а на сообщения одиночных сообщений из разных других городов было очень много, естественно мы очень быстро забыли про сообщения из Смоленской области, поскольку было понятно, что там тело не упало, и в основном все наши опросы были сосредоточены вокруг вот этой самой окончании этой предполагаемой трассы падения, то есть в тот момент мы уже наверное в первые дни подозревали, что речь идет о падении крупного метеорита, хотя версии на самом деле высказывались самые разные, значит больше всего сообщений пришло о том, что якобы местные жители говорят либо о авиакатастрофе, то есть по их словам где-то в лесах Брянской Калужской области потерпел аварию какой-то крупный самолет, молва уже дорисовывала подробности, что якобы это самолет стратегический бомбардировщик, якобы он перевозил ядерные бомбы, якобы значит этот самолет то ли отбомбился, то ли еще какая-то авария у него стряслась, поговаривали, дорисовывали события, что этот стратегический бомбардировщик потерпел аварию в результате того, что неудачно переходил через светслуковый барьер, была молва первоначальная, что вспышка связана с ядерной войной, пожалуйста не улыбайтесь, в большом количестве сел и деревень об этом говорили на полном серьезе, тем более, что сразу после мощной вспышки взрыва и взрывной волны пришедшей у большинства людей на юго-западе Калужской области вырубилось радио и телевидение, то есть мягко выражаясь, людям было не очень здорово в тот момент, потому что они реально не знали началась война или нет, то есть если не дай бог случится ядерная война, понимаете телевидение и радио наверное накроется одними из первых и отсутствие радио и телесообщений это одно из таких тревожных симптомов к слову сказать в 2002 году то есть спустя 8 лет после этих событий подобные трагичные ожидания повторились только уже в Иркутской области там тоже после падения следующего тела которым я и закончу на сегодняшний рассказ после падения в ночь на 25 сентября Витимского метеорита на некоторое время тоже вырубилось радио телевидение и местные золотодомбитчики люди проживающие достаточно далеко от цивилизации посчитали что в общем на земле уже бушует ядерная война и только их не разбомбили в силу того что они живут на обшире значит то есть сказать что была паника наверное это сильное преувеличение но то что народ всерьез рассматривал версию и всерьез рассуждал о том что не начался апокалипсис в общем отчасти это говорит о масштабах событий значит в следующие дни поскольку конечно же работа телевидения и работа радио восстановилась в разных местах к слову сказать вот эти задержки радиопомехи оценивали примерно от нескольких минут до нескольких часов то есть в среднем очевидцы рассказывали что телевидение не работало там минут пять примерно после взрыва но понятное дело что на следующий день уже проблем никаких не было поэтому вопрос произошла ли ядерная война не рассматривался люди включали телевизор там ни слова не было о прошедших событиях в стране было все по-прежнему превосходно напомню это 96-й год я не помню какие события политические были в тот момент но в общем каким-то образом жизнь все-таки продолжалась значит и поскольку народ так и не понял что произошло волей-не-волей по заданию властей местных областных в Калужской области была проведена такая разъяснительная работа откуда-то сверху позвонили и очень настоятельно районным властям советовали успокоить население значит в связи с чем население было разъяснено что не волнуйтесь ситуация под контролем ничего страшного не произошло просто это некий военный самолет переходил через сверхзвуковой барьер ну и вот сверхзвуковой хлопок в результате привел к таким страшным звукам ну я честно говоря никак не могу комментировать необходимость вот такого мягко выражаясь обмана разве что вот желание поставить галочку и сказать что народ мы успокоили то есть мы народ обманули наплели ему в три короба про какой-то самолет и народ успокоился ну народ успокоился в любом случае самолет это упал или не самолет значит мы меж тем начали в первые же дни начали собирать сведения от очевидцев значит я уже сказал что сообщений было множество и поскольку в то время о котором я говорю интернета еще не было то основная масса потока сообщений которые мы получали был либо связан с телефоном международным то есть мне пришлось сесть на телефон и достаточно сильно потратиться чтобы обзвонить огромное количество людей и ну меньшая часть сообщений была связана с почтой почта понятно почтовые сообщения были с некоторой задержкой значит получив первые сведения о том что большая часть сообщений локализуется где-то на юго-западе Калужской области туда поехала наша разведка и вот в Жиздинском районе опрашивая население когда мы еще не входили в лес глубоко что происходит в лесу мы еще посмотрим ну вот первое впечатление может быть наиболее яркое от того что наши разведчики только-только прикоснулись только-только немножко вошли в лес говорили о том что в лесу есть большое количество поломанных деревьев поломанных то ли в результате какого-то взрыва то ли падение метеорита ну в общем одним словом какая-то интрига напрашивалась о том что нас ждет какое-то расследование значит поскольку быстро локализовать район падения не удалось фактически мы этим занимались всю следующую зиму то есть начиная с октября месяца очень быстро наступили морозы в том году и за зиму мы несколько раз выезжали либо выезжали лично либо просили кого-то на месте и наши ребята наши коллеги надо сказать что большую часть работы конечно же взяли не только московские наши разведчики но и калужские очень много ребят калужских из Калуги космопоезд ну понятно эти ребята уже давно взрослые люди многие из них уже имеют детей и внуков но в тот момент молодые люди из калуги космопоезд по нашей просьбе выезжали в самые заброшенные деревни и собирали сведения о падении метеорита и вот здесь я пока иллюстрацию которую я показываю я ее вынужден показывать поскольку так оказалось что два возможно не связанные с друг другом события возможно подчеркиваю поскольку позже выяснится что события все-таки отчасти связанные друг с другом но вот в тот момент мы эти события воспринимали как досадное совпадение одновременно с этим калужским метеоритом в небе появилась знаменитая комета Хейла Доппа ну из перечня комет которые запомнились нашему поколению наверняка это название запомнилось наверное это одна из самых ярких комет 20 века которую видели наше поколение имело счастье видеть дело в том что про большую часть комет в основном люди только слышат либо видят по телевизору хорошие качественные фотографии в общем доступны но вот так чтобы увидеть комету воочию наверное это было пока что самый яркий на моей памяти случай чтобы можно было комету видеть глазами а произошло вот это реальная фотография с реальной нашей видеозаписи сделана в марте 97 года но комета летела несколько месяцев то есть она была видна достаточно долго на небосводе и то что вы сейчас видите на на экране то что было снято обычной камерой надо сказать не очень качественной по сравнению с современными камерами то что на этой некачественной записи комета прекрасно видна это уже говорит о том что и глазами она была видна великолепно так что с одной стороны конечно я с некоторой ностальги вспоминаю про эту великолепную комету к слову сказать самая яркая самая большая комета известная которую я лично так сказать очень долго ждал много про нее читал и все ждал когда же когда же она наконец прилетит я имею ввиду конечно знаменитую комету Галлея которая была в 80-х годах но это комета которая прилетает раз в 70 с лишним лет но так получилось что предыдущий свой визит в начале 20-го века она была во всем своем великолепии настолько что поразила землян и люди в буквальном смысле обкончали жизнь самоубийством видя какая гигантская комета на них летит были апокалиптические ожидания в связи с тем что земля войдет в хвост кометы и мы все отравимся к чертовой матери отравляющими газами так что в начале 20-го века самая известная самая большая комета Галлея конечно произвела фурор я очень ждал так сказать был в нетерпении когда получил возможность увидеть ее в 80-е годы но так получилось что к сожалению визит этой самой гигантской кометы был более чем скромным ее видели только в южном полушарии и в северном полушарии ну а я не был в тот момент в южном полушарии соответственно вот так получилось что на фоне гигантской кометы Галлея более чем скромной в 80-х годах фактически самой большой кометой того времени можно назвать было комету Гелла Бопа но я не просто воздал должное этому замечательному астрономическому явлению дело в том что нам оно на тот момент сильно мешало практически в каждой деревне куда не приезжали наши разведчики куда бы ни прижал я как только мы начинали расспрашивать про метеорит который упал мы спрашивали вы же помните что здесь упал метеорит 7 октября нам говорили да конечно это все помнят да вот он над нами до сих пор висит и показывали пальцем или кто-то говорил да я ее вчера еще видел или там да она она у нас падает каждый вторник или каждый четверг в общем народ очень здорово путал обыватели для обывателей было что комета что метеорит явление в общем-то примерно одного порядка и разумеется нас это очень здорово выбивало из колеи когда просишь очевидца чтобы он пошел на ту точку где видел падение метеорита чтобы он показал пальцем вот так падал метеорит встань пожалуйста на то место где ты стоял покажи точно направление то есть мы старались естественно вот эти все описания делать с большой точностью нам точность нужна была для того чтобы в конечном итоге по азиму вычислить точку падения и вот представьте каково так сказать бывает разочарование когда очень долго опрашиваешь очевидца очень долго записываешь все показания а потом выясняется что на самом деле он показывает не то место где видел падение метеоритов 7 октября а то место где там вчера наблюдал полет кометы Хелла Бопа мы эту комету подчеркиваю видели сами постоянно но к счастью так сказать мы получили конечно и удовольствие но вот эта комета нам очень сильно и помешала одновременно но не только она помимо нее было еще очень много и других побочных сообщений то есть народ путал в основном конечно сельский деревенский народ городской может быть более продвинутый понимает разницу хотя даже городские люди не понимают разницу между болидом метеоритом и метеором но что называется это не самое страшное но сельские люди нам абсолютно как бы сказать уверенно рассказывали например о том как они видели как по небу летел материк то есть вот так прямо я просил уточнить прямо вот так материк летел да летел материк ну не будем как бы сказать придираться к словам ну материк или метеорит как бы это какая в общем-то большая разница но но больше всего конечно нас волновало волновали истории которые нельзя было списать ни на материк ни на метеорит ни на комету Хила Бопа значит самая самая странная часть всех сообщений которой я возможно еще вернусь но это самая странная часть сообщений до сих пор остается неразгаданной она связана с событиями происходившими в течение первых трех ночей после падения то есть первая ночь седьмое на восьмое октября и еще две ночи подряд запомнились местным жителям тем что небо над эпицентром событий там где закончилось падение этот объект было освещено яркими огнями как рассказывали жители ближайшей деревни над эпицентром висел какой-то вертолет почему вертолет потому что яркий свет с неба шел но местные жители считали что это военный вертолет но последнее так сказать у меня я ставлю под очень большие сомнения потому что висеть ночь подряд или хотя бы там пол ночи подряд да и хотя бы просто час висеть на одном месте причем не слышно и светить вниз прожектора не может ни одно не один наш аппарат ну за исключением разве что гипотетически это может быть воздушный шаг но мы выясняли очень подробно очень скрупулезно выясняли эти подробности как выяснилось ни военные ни гражданские авиаторы или кто бы то ни было над эпицентром не летал то есть загадка свечения которая длилась три ночи подряд над эпицентром до сих пор осталась не разгаданной в силу этого у местных жителей родилось в дальнейшем две устойчивые версии ну они не взаимоисключающие а скорее взаимодополняющие друг друга там с некоторыми нюансами ну часть людей считает что конечно же упал НЛО поскольку ну об этом говорит не только грохот не только яркий свет но и то что НЛО прилетели за своими то есть прилетели три дня там висели видимо подчищали место и нам даже говорили когда мы приехали наконец на место да вы говорит поздно приехали НЛО прилетали и уже все забрали откуда вы знаете вы что на месте были нет мы там не были но три ночи что-то они же там делали значит там уже все подчистили ну и второй вариант то же самое только военные тоже вы зря так сказать приехали потому что военные уже все забрали откуда это известно ну вот опять же из тех же самых источников значит подчеркиваю вот этот странный эпизод с тремя ночами свечения он до сих пор не имеет ответа и несмотря на то что тунгускоподобные явления которыми мы занимаемся и фактически сейчас я рассказываю о втором тунгускоподобном явлении которым мы занимались на нашей памяти эти явления как раз связаны с эффектом постсвечения на месте эпицентра известно что тунгусский эпицентр светился в течение трех суток после взрыва Витимский эпицентр светился в течение семи суток после взрыва ну вот что касается Кореневского здесь тоже то же самое мы говорим о трех сутках ну по крайней мере о трех ночах значит природу этого света до сих пор мы не понимали хотя во многих других загадках мы разобрались и вот после того как всю зиму мы готовились локализовывали место падения подчеркиваю такая долгая локализация конечно была связана с долгим периодом почтовых обращений то есть то что сейчас благодаря интернету можно сделать там за сутки двое ну например в случае с падением Челябинского метеорита когда это случилось мы давая объявление и анализируя приходящие сообщения уже знали куда нам выезжать ну примерно через сутки и уже через сутки я взял билет и поехал на место предполагаемого падения но в те времена в те далекие древние времена прошлого тысячелетия когда еще в до интернетовскую эпоху это заняло целую зиму но за это время мы сделали массу публикаций массу сообщений в прессе и газетах на телевидении и на радио с одной стороны мы приглашали всех добровольцев участвовать в экспедиции будущей которую традиционно назначили на 1 мая вот с 1 мая 97 года фактически идет череда ежегодных майских полевых съездов космопоиска то есть вот такое мероприятие впервые было приведено 1 мая 97 года непосредственно причиной как вы поняли и явилось вот это событие до этого момента мы разумеется проводили экспедиции но в необходимости проведения массовых экспедиций лично мы сомневались но вот считайте что фактически это событие стимулировало не только то что мы принялись мы мы стали заниматься массовыми экспедициями проведением массовых съездов ну и фактически космопоиски с организацией обычной группы небольшой превратился в международное объединение то есть можно образно сказать что нас всех сплотил этот самый кореневский метеорит и вот первого мая 97 года первая группа добровольцев в количестве там порядка полусотни наконец прибыла на место ну как мы добирались наверное отдельная песня романтическая и долгая в конечном итоге мы мы ехали на электричках с тремя пересадками нас ночью приняли в музей имени Циолковского в Калуге и по-моему первый а может быть первый и последний раз ради нас была проведена ночная экскурсия в музей Циолковского и вот должен сказать что наверное ну по крайней мере у нас в экспедиции это было единственный раз наверное это единственный раз на памяти музея но безусловно это было очень символично и романтично но в конечном итоге когда добрались до деревни Коренева а место встречи к тому моменту было локализовано как Жиздринский район и вот первая загадка которая появилась на нашем пути загадка которая надо сказать тоже сейчас не находит своего ответа в тот момент к ней отнеслись ну как бы сказать мельком посмотрели на нее поудивлялись кивали головой но поскольку нас ждали более важные дела мы прошли мимо нее вот осталось всего несколько фотографий этой самой загадки одну из фотографий я вам и показываю дело в том что по пути к эпицентру к будущему эпицентру точное местонахождение которое на тот момент мы еще не знали но к которому надо было идти от деревни Коренева значит мы шли по сельской по лесной дороге по этой дороге время от времени проезжали ну не при нас но в принципе проезжали какие-то грузовики леспромкоза поэтому то что вы видите это на самом деле раскатанная колея и вот в этой колее если вы присмотритесь лежит лед у нас наличие льда на открытой абсолютно просматриваемой просвечивающей прогретой солнцем местности а весна 1 мая 97-го года были достаточно теплыми мы выходили в летней одежде снег уже давным-давно растаял и для нас было очень удивительно найти посреди поля фактически такой вот анклав зимы в духе 12 месяцев то есть на небольшом пятачке надо сказать позже мы выяснили что это место непростое это место связано с фактически этот пятачок находится на лесном на старом лесном кладбище то есть вот сейчас в данном случае фотография показывает на раскатанные могилы поверх которых проложена дорога ну какая здесь связь естественно я понятия не имею нас озадачило то что на этом месте лежит нерастаявший лед причем в больших количествах вот здесь частично виден в лужах но мы еще раз говорю сфотографировали думая ну может это здесь за норму вещей все последующие годы сколько мы не возвращались мы мимо этого места проходили каждый раз обращали внимание но больше вот такой вот температурной аномалии мы не встречали подчеркиваю это так сказать попутное наблюдение конечно пока что не нашедший никакого ответа ну это самая первая массовая экспедиция которая прибыла на место вот так сказать храбрые герои некоторые из присутствующих здесь в зале есть ну даже тех кого нет большой большой и огромное спасибо всем значит надо сказать местные власти из Жиздевицкого района сильно озабоченные произошедшим событием нам помогали нам пошли на встречу я связался с представителем местных властей они нас встретили на станции и встретили в том числе и представители леса лесников и один из лесников который в данном случае на фотографии он нас консультирует по выбору места для будущего лагеря и он же нас потом сопровождал первый раз наш выход в лесную чащу из опасения как бы городские жители там не заблудились значит ему было дано строгое указание нас сопровождать ну что он в общем-то и сделал надо сказать достаточно быстро мы на этом месте в этом лесу освоились в начале вот как на этом снимке мы повесили указатели так чтобы самим не заблудиться на этих указателях значит стрелочками показали куда идти в случае если вы заблудитесь в сторону лагеря и надо сказать вот эти указатели они в общем спасли наверное не одну жизнь потому что нам очень часто приходилось возвращаться поздно ну и в незнакомом лесу сами понимаете количество заблудивших количество людей которые могло заблудиться было очень велико ну было много связанных с этим эксцессов но постепенно подчеркиваю вот эти леса наверное мы стали знать лучше чем местные партизаны или местные жители потому что вот именно самые дремучие леса и были предметом наших поисков ну вот на снимке такая исторический момент первая попытка прочесывания еще не самая удачная поскольку вы видите народ очень быстро стал разбредаться из стройной шеренги все красивое прочесывание превратилось в какое-то так сказать такое хаотичное шествие но это было только первые разы дальше дальше было гораздо более эффективно и гораздо лучше ну первым делом наша задача была выйти в район предполагаемых падений самых крупных раскоков и начиная с прочесывания вот этого самого вероятного района падения дальше расширять район поисков ну вот едва мы так сказать только приступили к поискам первая же первую же минуту нам попался вот такой более чем странный камень ну как бы нас он смутил но но он на самом деле не метеоритного происхождения но вот с него как бы сказать и началось условное прочесывание в поисках в поисках обломков значит в начале мы в первый год прочесали все поля в районе предполагаемого эпицентра а затем разбившись на бригады вот как в данном случае это момент такой привала потому что во время привала фотографироваться так сказать относительно легко во время прочесывания когда люди заняты когда люди находятся в движении ну это это сделать достаточно сложным ну вот вы видите наверное можете сравнить по экипировке по снаряжению по одежде тех лет это 20-летняя давность наверное выглядит это несколько так сказать отличающийся от современного ну по крайней мере от современной экипировки я напомню я напомню в те времена не было у нас не было ни одной современной палатки максимум палатки были презентовые ну и со всеми так сказать другими вытекающими отсюда последствиями то есть одежды камуфлированной или туристической которая сейчас часто используются тоже видите у людей не присутствует в общем одеты как обычно все как обычно ну в те времена значит вот один из рабочих моментов который конечно едва не привел нас восторг находясь во время прочесывания на поле под названием знамя это название на самом деле от имени сгоревшей во время войны деревни дело в том что дремучие леса по которым находили в поисках упавшего тела на самом деле дремучими были не всегда до войны до второго мировой войны там было несколько деревень которые были фашистами фактически уничтожены и вот то место где мы сейчас находимся это бывшая деревня знамя которая ныне представляет из себя просто дикое поле и вот выйдя на эту деревню мы увидели с вожделением увидели на горизонте дымящуюся воронку но на самом деле я прекрасно понимаю застать дымящуюся воронку даже спустя часы после падения метеорита нереально во-первых просто потому что метеорит не дымится максимум парит и очень недолго то есть дыма или огня нету а тем более если если учитывать что мы прибыли 1 мая я думаю что дым к тому моменту уж точно должен был прекратиться но тем не менее так сказать логика это одно а другое дело когда выходишь к эпицентру и видишь дымящуюся воронку наверное сердце стучит по другому ну вот мы бросили всю свою логику пришли к этой в самой воронке но оказалось что сейчас как раз снимок сделан на этом месте где мы так сказать с некоторым разочарованием на этой лжеворонке находимся ну это было первое ну конечно не последнее разочарование на пути наших поисков что называется приключения только начинались ну это еще одна группа отправившаяся на разведку по пути так сказать отдых по пути задача этих групп было выйти на какие-то далекие деревни по пути прочесывая местность для того чтобы в деревнях опрашивать население то есть в конечном итоге все зависело от от мнения от показаний жителей отдаленных хуторов и деревень чем они были ближе всего к эпицентру и от их мнения так сказать зависело очень много вот для чего так сказать мы выходили первый год все еще долго занимались опросами населения к сожалению надо сказать несколько слов я скажу очень важных слов скажу относительно опросов населения насколько это важно насколько важна разведка как показала практика в в этой местности ну как минимум дважды мы имели пример увы так сказать нехорошего нехороший пример того как была неправильно проведена разведка в этих местах бои длились достаточно долго в 43-м году то есть наши поиски происходили на местах на тех местах где когда-то стабилизировался фронт в втором 43-м годах очень долго фронт находился на одной линии и когда наконец советские войска вновь стали продвигаться на запад наступать в ближайшие деревни произошел очень неприятный инцидент о котором местные жители нам поведали то есть они прекрасно помнят об этом инциденте значит по их словам разведчики которых послали в деревню узнать есть ли немцы в деревне то ли поленились то ли и то и другое но они не зашли в деревню а воспользовались тем что встретили за деревней местного жителя поговорили с ним и довольствовавшись этим разговором вернулись и командованию преподнесли ну то что то что они услышали только уже только услышанное от местного жителя они преподнесли как как установленную истину а именно сказали что в этой деревне немцев нет нет противотанковых средств и когда на следующий день в атаку пошла пошли советские танки оказалось неприятным сюрпризом что их встретили противотанковые орудия немецкие значит в результате атака прошла с очень большими потерями и разведчики за такое предательское отношение к своему труду были расстреляны то есть подчеркиваю я сейчас не о морали говорю не о том правильно это было сделано неправильно но фактически мы имели в 43-м году в этом месте пример того что неправильно проведенная разведка привела к колоссальным жертвам со стороны наших войск вот об этой трагичной истории о расстрелянных разведчиках в этой деревне помнят к сожалению история имеет свойство повторяться я этот поучительный пример привожу для того чтобы лишний раз напомнить насколько цена и качественная разведка у нас чтобы нам сузить район поиска я уже сказал нам пришлось отправлять разведчиков во все ближайшие деревни и от того насколько качественно проведет опрос населения в той или иной деревне разведчик зависело буквально все может быть не жизнь наступающих войск у нас войны не было но успех операции зависел от них от каждого из разведчиков 100% и к сожалению увы так сказать не все отнеслись к этому добросовестно не буду вспоминать фамилию человека который как оказалось мягко выражаясь некачественно а может быть специально или случайно но фактически неправильно произвел опрос и сообщил нам историю что в ключевом месте который нам нужен был который нам нужно было опросить обязательно а именно в хуторе коллективизатор коллективизатор это название хутора Жизненского района нам этот хутор нужен был поскольку по первоначальным планам получалось что он ближе всего расположен к эпицентру падения и вот туда в первую очередь отправился человек опросить население и когда он вернулся он очень уверенно заявлял о том что там не видел никто падения метеорита меня это очень сильно озадачило а как же так так сказать рушится весь стройный план схема падения но так или иначе разведка есть разведка и дальше я стал исходить именно из этого предположения раз в коллективизаторе никто не видел самого события значит оно должно быть где угодно но только не рядом с коллективизатором и волей не волей пришлось расследовать другие менее вероятные версии которые позже оказались проигрышными в конечном итоге забегая вперед хочу сказать к сожалению из-за одной некачественной разведки или одного некачественного разведчика мы потеряли фактически время несколько лет мы ориентировались на эти неправильные показания и когда что называется все возможные варианты уже были перебраны и все все гипотезы все места где теоретически мог упасть метеорит уже мы перепроверили оставалось одно вот взять и снова перелопатить все по новой и вот через несколько лет когда мы явились только уже другим составом явились в коллективизатор для меня было трагичным и достаточно неприятным узнать оказывается как мы сильно ошибались в коллективизаторе видели все падения и в общем с этого момента собственно говоря с того момента когда выяснилось это неправда и закончилось собственно говоря закончились поиски я сейчас сильно забежал вперед к сожалению чтобы объяснить почему мы так долго искали в дремучих лесах это место падения конечно я должен привести все имеющиеся как субъективные так и объективные причины но первая причина которая сыграла самую так сказать нехорошую роль это то что к сожалению не все разведки или не все разведчики оказались так сказать на высоте в данном случае но вернемся к хронологии событий в 97 году наши поиски попутно ознаменовались еще одним происшествием которое привело к целой череде далеко идущих выводов дело в том что в этом году в первый год мы только так сказать начинали учиться прочесывать местность до этого момента прочесывание местности в массовых масштабах исследователей практически не занимались я напомню прочесывание практикуется у военных прочесывание практикуется у профессиональных поисковиков например на местах авиакатастроф но так или иначе сейчас этим занимаются профессиональные поисковики типа МЧС прочесыванием местности в поисках упавших космических тел кроме космопоиска поправьте меня если я ошибаюсь не занимается никто этим мы начали заниматься фактически вот с 97 года до этого исследуя например Тунгуску мы прочесывание не практиковали ну во первых в силу того что количество людей было не такое большое а во вторых такой необходимости не было и вот опыт который на этом поприще был заработан был достаточно интересен о нем надо сказать несколько слов значит во первых во время прочесываний конечно же мы почти предсказуемо в первые разы потеряли в первые разы мы гарантированно видели как быстро рассыпается строй как быстро теряется его стройность линейность и стройная цепочка очень быстро превращается в какую-то хаотичную толку с этим мы научились более-менее хорошо бороться и путем некоторых тренировок путем того что мы стали чередовать опытных и неопытных людей то есть у нас очень быстро естественно появились опытные люди там в следующий раз человек который ехал второй раз в экспедицию уже считался естественно опытным и мы старались в цепи прочесывания ставить людей так чтобы между опытными появлялись неопытные новички чтобы между парнями были девушки чтобы не было такой ситуации что несколько девушек подряд рядом с друг другом в общем мы старались чередовать более-менее грамотно чтобы люди друг друга контролировали и подстраховывали старались каждый раз тренировать людей сначала на открытой местности и только после первого прочесывания на открытой местности когда люди привыкали в буквальном смысле привыкали к чувству локтя то есть мы заставляли их делать так чтобы они ни в коем случае не теряли связи с соседом справа и соседом слева то есть если каждый в цепи прочесывания контролирует хотя бы двух человек одного справа одного слева то цепочка не разорвется если человек теряет вот это чувство локтя то цепочка разрывается гарантированно ну и соответственно дальше уже вступали в силу действия командиров специально экспериментальным путем было установлено что один человек более-менее гарантированно может контролировать порядка десяти человек ну ситуация очень схожая с армейским порядком где где солдаты делятся на отделение отделение на взвода взвода на батальоны то есть у нас как бы сказать фактически была принята та же самая система десятками стали на следующий год командовать командиры у каждого из командиров там на следующий год появились радиостанции все связи между командирами поддерживалось с помощью радиостанций один командир командовал как правило порядка десятью человеками ну и вот таких отрядов было там в разные годы там от пяти до десяти штук то есть от пяти до десяти отделений по десять человек то есть получается цепь прочесывания была от пятидесяти до ста пятидесяти человек одновременно и вот естественно командовать такой цепью прочесывания это отдельное искусство но в конце концов так сказать мы научились это делать достаточно хорошо и точно и к чему это привело я расскажу на нескольких примерах значит в один из первых разов когда во время прочесывания мы потеряли человека надо сказать первые годы это происходило каждый раз ну и почти каждый день и разумеется я был сильно озабочен тем чтобы каким-то образом предотвратить вот эти самые потери людей во время прочесывания которые очень сильно выбивали нас из графика то есть каждая потеря человека приводила к тому что мы останавливали прочесывание вместо поиска метеорита приступали к поиску пропавшего человека но это уходило иногда до нескольких часов и соответственно к тому моменту уже солнце садится и можно плавно заканчивать рабочий день что называется не успели начать поиски как они плавно закругляются вот поэтому вот такие чрезвычайные происшествия они сильно досаждали но в конце концов профилактика таких прочесываний привела к тому что все последующие годы то есть первые годы поисков мы теряли людей во время прочесывания ежедневно ну теряли время оговорочку сделают то есть ни одного человека без возвратных потерь у нас не было никогда но каждый раз мы этого человека иногда одного иногда до пяти от одного до пяти человек одновременно могли потерять во время прочесывания ну либо если один человек то это как правило был выдающийся в кавычках человек то есть такой который достоин заблудиться талантлив по-своему но в случае когда там несколько человек терялось то как правило это хвост какого-то отряда то есть какой-то фланг если фланг разбивался и не соединялся снова то вот вот этот вот отрезанный хвост он мог гулять сам по себе и соответственно тут все зависело от командира либо этот хвост соединялся и дальше все нон-стопом незаметно продолжалось либо так сказать мы искали этот хвост значит что касается хвостов там было с хвостами было очень просто при наличии командира радиостанции и грамотных и просто так сказать грамотных людей это вообще не считалось ЧП и решалось в рабочем порядке что касается отдельных так сказать товарищей которые пропадали во время прочесывания пропадали они естественно в силу своей несобранности скажем так осторожно но в силу этого же в силу того что они действовали импульсивно и нелогично как оказалось мы очень быстро набрали опыт как этих людей найти в дремучем лесу то есть подчеркиваю если бы если бы если бы искали убегающего от нас человека который прячется намеренно в лесу то найти его в дремучем брянском лесу где в годы войны там армии целые прятались было бы невозможно но поскольку мы искали человека который идет вот куда глаза глядят то я старался так сказать мысленно встать на его точку зрения и представить себе куда я на его месте пойду и мы шли в эту точку где как я думал куда он должен идти и практически всегда мы находили в этой точке человека то есть без исключения то есть опыт который мы получили при таких поисках потерявшихся людей я считаю колоссальным то есть в конечном итоге искали их просто играючи был даже эпизод такой потеряли человека я сказал пусть дальше идет своим ходом как бы сказать уже устоявшихся а я пойду и один найду этого потерявшегося человека просто потому что я знаю куда он придет вот я шел и в лесу дремучим как вот не знаю как в условленной точке у фонтана в центре гума мы встречались в дремучем лесу как бы само собой естественно то есть я имею ввиду иллюстрирую этим просто показатель того что во-первых насколько мы уже хорошо ориентировались в этом лесу а во-вторых насколько хорошо уже начали понимать саму логику поведения человека в дремучем лесу и вот основываясь на этой логике поведения именно в Коренево и были выработаны те правила о необходимости которых мы так периодически напоминаем но уже немногие помнят откуда эти правила вообще возникли именно из-за анализа того как и кто является первым претендентом на то чтобы заблудиться в лесу и возникли наши правила в частности связанные с тем что мы категорически запрещаем любые наушники пользоваться любыми наушниками в лесу значит как оказалось для нас это было сюрпризом все заблудившиеся в лесу имели в ушах наушники значит какая тут связь между наушниками и блужданием в лесу позже выяснилось эти так сказать работы эти догадки шли параллельно то есть параллельно было наше такое экспериментальное открытие такое нечаянно невольное и экспериментальные работы биологов занимающиеся проблемой магнитоориентирования у людей наверное вы помните позже мы специально проводили эксперименты по магнитоориентированию цель которых было выяснить насколько действительно можно развить способность к ориентированию у человека и насколько эту способность можно при случае задавить то есть можно увеличить улучшить а можно ухудшить а как оказалось это я ссылаюсь на западные работы биологов как оказалось у человека были открыты органы магнитоориентирования они находятся в районе височных долей мозга на коре головного мозга значит представляет из себя этот орган представляет из себя чешуйки окислов железа то есть в первом приближении некий аналог небольших компасов то есть это чувствительные элементы элементы чувствительных магнитного поля и считайте что у каждого из нас есть два своеобразных мини компаса на висках и эти компасы нам время от времени так сказать помогают в непростой ситуации разумеется в городских условиях в условиях жизни не лесных мы абсолютно не чувствительны мы не нуждаемся в подсказках компасов вряд ли кто-то из вас ходит по Москве с компасом в руке хотя бывают случаи и у меня бывают выходишь из метро и начинаешь соображать в какую сторону тебе ехать надо на юг ехать и смотришь на солнце где солнце располагается то есть бывают даже вот такие случаи когда компас нужен в Москве но в реальности чаще всего мы ориентируемся на надписи на домах в конце концов на возможность расспросить прохожих ну а сейчас еще на GPS и всякие другие девайсы и только в лесу когда только на незнакомой местности когда никаких знакомых ориентиров нет вот тут человеку как бы сказать такая способность и пригождается вот но о способности к магнитоориентированию мы еще будем говорить наверняка не раз наверняка мы еще не раз будем возвращаться к экспериментам по магнитоориентированию крайний раз на моей памяти мы такие эксперименты проводили на одном из последних майских съездов наверное помните специально это было в районе Орудьева когда был крайний полевой съезд вот там были была проведена серия экспериментов по магнитоориентированию ну я думаю что мы еще не раз вернемся к этому событию но подчеркиваю занялись мы этим тоже вот так спонтанно вынужденно не сильно может быть отдавая себе отчет необходимости этого занятия но непосредственной причиной было то что мы были озабочены необходимостью профилактировать возможности случаи исчезновения людей в лесу как только мы поняли какая связь есть между наушниками и возможностью заблудиться я думаю вы уже догадались какая здесь прямая связь наушники это маленькие магнитики если вы маленькие магнитики прислоняете к ушам то есть фактически очень близко придвигаете к своим собственным компасам то вы этим самым слушая музыку замечательную в наушниках знаете вы одновременно не только получаете удовольствие но и лишаете себя возможности к магнитоориентированию и если соответственно вы себя этой возможности лишили то не удивляйтесь что ваша способность к этому ориентированию вас подведет значит это во первых во вторых подводила еще и по второй причине человек в наушниках просто элементарно не слышал команд то есть когда звучала команда всем стоп или наоборот снова на старт выдвигаемся на прочесывание идем дальше если человек пропустил команду и не остановился в нужный момент или наоборот не пошел в нужный момент сами понимаете он тоже претендент на то чтобы потеряться значит вот в данном случае я остановился на этой схеме очень не случайно это был первый эпизод когда пришлось искать человека пропавшего во время прочесывания значит этот эпизод был лично для меня знаковым потому что мне сложно было на тот момент лично для себя сформулировать почему этот человек потерялся и чтобы это понять мне пришлось рисовать схему передвижения на этой схеме ну вот если присмотритесь она опубликована здесь показана цепь нашего прочесывания как мы выдвигались по какому пути пошел человек потерявшийся и как мне пришлось на пути его следования выставлять заслоны чтобы его перехватить ну так или иначе схема наверное поучительная я очень советую с ней посидеть так с карандашиком в руках тем кто кому интересны именно анализ карп анализ действий для того чтобы составить собственный опыт опыт он бесценен в этом плане значит но как уставы пишутся кровью и потом наши уставы тоже писались не от хорошей жизни я еще раз напоминаю правила неиспользования наушников в экспедициях никто не отменял хотя конечно когда речь не идет о дремучих лесах ну так иногда я на это закрываю глаза хотя до сих пор так сказать не приветствую я очень советую прислушаться и к другим правилам тоже которые мы каждый из которых мы вводили вот на основе очень долгих и нудных ошибок вот чтобы не повторять эти ошибки соответственно выполняйте правила к слову сказать последние годы когда это правило было жестким ни одного человека мы в экспедициях больше не теряли ни одного дай бог так сказать вот этой тенденции повторится поэтому пожалуйста про про советы и рекомендации не забывайте ну это схема места поисков места нашего лагеря которое было выбрано на пересечении двух лесных дорог ну для для справки вот то самое поле о котором я говорил поле под названием знамя вот аномальное место где в мае месяце был лед на открытом месте ну а район поисков где район возможного разброса обломков ну примерно можно вот на этой схеме примерно так показать наш лагерь еще раз подчеркиваю вот здесь вот располагался место первое место для лагеря было выбрано по рекомендации лесника поскольку нам нужно было место максимально близко к эпицентру и максимально близко к источнику воды это тоже немаловажно к сожалению первая попытка прочесывания как вы поняли не закончилось обнаружением метеорита и наши разведчики вот группа по моей просьбе добровольцев отправилась в Дядьково на аэродром в Брянскую область это аэродром который как мы знали самолеты с этого аэродрома летают в районе эпицентра ну теоретически могут летать и вот к ним к ребятам к этим к летчикам отправились добровольцы с тем чтобы уговорить их полетать и провести аэрофотосъемку одновременно надо сказать мы воспользовались или почти воспользоваться слов почти здесь ключевое помощью которую хотел нам оказать один известный на тот момент политик олигарх не знаю он сейчас ныне покойный не уверен что стоит так сказать бередить эту историю но для желающих я может быть потом и скажу имя этого очень известного богатого влиятельного политика тогдашних времен 96 года вот но я эту историю упомяну тоже так сказать с поучительным подтекстом что ориентироваться на надеяться конечно на помощь спонсоров может быть и надо но поскольку практика показывает спонсоры обещают с огромной радостью но как правило не выполняют поэтому лучше всего ориентироваться на свои силы вот показательный пример с этим известным политиком привел к тому что узнав о том что мы занимаемся таким благородным делом он пригласил меня и тогда еще живого Александра Петровича Казанцева к себе в гости ради этого закрыл свое министерство на замки сказал секретарям что меня ни для кого нет и увлекшись романтикой рассказов о поисках метеоритов он весь оставшийся день посылал к чертовой матери политиков президентов и так сказать душу изливал нам какие же все-таки хорошие и как же вам надо помочь я сделаю вам все что вы хотите но пользуясь его хорошим расположением я выпросил у него два вертолета для того чтобы провести аэрофотосъемку эпицентра поисков и мне было сказано нет проблем завтра вертолеты будут с красными дорожками просто у вашего дома вот к сожалению подчеркиваю история поучительная тем что нам бы ориентироваться больше вот на этих двух храбрых ребят которые сейчас на снимке мне кажется мне кажется при котором я попросил их поехать на аэродром и просто по-человечески поговорить не с олигархами а с обычными летчиками этот вариант был гораздо более продуктивен чем вариант с олигархом который так сказать нас осыпал обещаниями потому что результат к сожалению был как обычно спонсоров обещаний спонсоров мы получаем очень часто а реальной помощи я бы сказал почти не получаем вот с этим человеком покойным политиком могу сказать все его обещания оказались тщетными к сожалению я полтора месяца просидел потерял время просидел в ожидании этих вертолетов и это время к сожалению было безнадежно упущено потому что искать метеорит надо было в мае месяце 97 года в июне месяце когда поднялась высокая трава естественно поиски становились с каждым днем все труднее и труднее и подняв через полтора месяца что вертолетов не будет ни сейчас ни завтра ни через год их действительно никто там нам так и не дал к сожалению от от того чтобы ориентироваться на помощь этих великих всемогущих власть имущих нам опять пришлось вернуться к своим поискам своими силами подчеркиваю одна из ключевых ошибок которые я конечно на свой счет отношу сводилась к тому что нужно было искать пока еще нет травы пользуясь своими силами и в принципе этих сил должно было бы хватить если бы что называется в какой-то момент мы не обмякли под такими красивыми обещаниями великолепной помощи я попутно в хронологическом порядке показываю выходило много статей которые обильно писали о наших приключениях и о наших подвигах конечно благодаря этим статьям благодаря кино видео сюжетам радио сюжетам конечно добровольцы приходили и добровольцев прошло через нас очень много следующая экспедиция была предпринята на месте эпицентра уже в июне то есть первая была 1 мая 97-го года следующая была в середине июня то есть через полтора месяца вот с чем связаны эти полтора месяца я сказал к сожалению это самая большая так сказать моя ошибка но ошибки пришлось исправлять причем понятно уже исправлять было гораздо тяжелее и вот на этот раз экспедиция длилась уже очень долго добровольцев мы приглашали уже там не на праздничные дни а на несколько недель и вот до этого был такой постоянный лагерь разбит на границе Жизненского и Людиновского района очень красивое место постоянный лагерь на этом лагере в частности мы сделали букву Т так чтобы ее хорошо было видно с воздуха и над этим лагерем должны были пролетать самолеты с Дядькова ну и вот чтобы ориентироваться и четко засечь наш лагерь были сделаны такие большие ориентиры вот ну разумеется дело не ограничивалось только авиаразведкой мы выходили на поиски практически каждый день но подчеркиваю каждый день естественно по мере того как листва подымалась делать это было все сложнее и сложнее ну вот экспедиционный лагерь июня может быть даже июня июля 97-го года людей все меньше и меньше но вот район поисков с квадратами где происходили эти события сам лагерь находится вот здесь вот а это расписаны разрисованы дороги тропы по которым можно было по дремучему лесу выйти на этот лагерь ну понятно я я-то без этой карты хоть сейчас может быть даже и ночью найду все наши лагеря но вот по этой карте как мне кажется даже незнакомый человек не заблудится в лесу то есть эта карта была сделана очень тщательно ну по крайней мере ни один человек не заблудился на сегодняшний момент 98-м году следующая была экспедиция теперь уже лагерь был выбран еще ближе к эпицентру специально рядом с с ручьем нам ручьи нужны были для питьевой воды и вот наверное это был самый ну с каждым годом в общем на самом деле и качество и количество людей росло с каждым годом наверное и прочесывания были все более более качественными и вот 98-й год он отложился у нас двумя более чем странными находками которые к сожалению повторить не удалось то есть эти находки остались только на фотографиях значит первая находка я показываю вот на этом снимке была связана с тем что во время прочесывания мы обнаружили два больших камня со следами падения со следами свежего падения то есть вы видите что один из этих камней на снимке он находится не на листве но обычный камень в лесу он естественно зарастает травой корм болежником палками ветками и так далее то есть он очень быстро покрывается растительностью этот камень был инородный то есть он попал в эту точку относительно недавно надо напомнить на этом снимке события разворачиваются уже через год после падения ну год это конечно с одной стороны много но с другой стороны камень еще не должен был зарасти и вот встретив во время прочесывания эти самые камни мы во-первых с одной стороны были сильно озадачены тем что камни свежие находятся примерно в предполагаемом эпицентре то есть с одной стороны слишком все похоже на предполагаемый метеорит но с другой стороны внешне эти камни не походили на классические три известных типа метеорита я напомню первоначально мы были заточены на поиски железного железокаменного или каменного метеорита то есть три известных типа метеорита игнорируя остальные как бы сказать не похожие не подпадающие под эти три типа объекты вот в данном случае было было понятно а что камни чужеродные и б эти камни не похожи на три типа вот эта дилемма как бы сказать нас мучила недолго не зная что нам предпринять в такой ситуации мы запомнили место где были найдены эти камни и решили что в случае если мы не найдем ничего более лучшего мы к этим камням вернемся значит это место я помню до сих пор вернуться на это место я могу в любой момент но есть одно маленькое но я о нем сейчас скажу значит вот вот еще так сказать снимок странно странный снимок я не хочу сказать что это и есть кореневский метеорит это одна из неразрешимых загадок кореневского метеорита может быть он и есть а может быть и нет мы к этому еще подойдем значит но было сделано вот наш коллектив 98 года вот наш лагерь но была сделана еще одна странная находка которая тоже так сказать не дает мне покоя до сих пор я понимаю что у нас есть оправдание что мы не сталкивались не мы никто другой не сталкивались ранее вот с подобными эффектами и мы ориентировались на поиски классических метеоритов и те проблемы о которых я озвакаю до нас с ними не сталкивался никто ну либо вот я о таких проблемах слышал например в контексте исследований Тунгусского метеорита но опять же так сказать не имея опыта изучения мы конечно же где-то может быть поступали не совсем правильно но опять же слушайте делайте выводы дабы подобные ошибки не повторять значит первая находка странная с которой мы столкнулись в 98-м году я сказал было два странных камня достаточно больших размеров инородные камни которые были в небольших воронках найдены в лесу второе нами во время прочесывания были обнаружены относительно свежие две воронки подчеркиваю два камня и две воронки это разные места хотя и близкие друг к другу значит воронки вот одну воронку я показываю видите здесь рабочий момент мы столпились вокруг этих воронок не знаю что дальше с ними делать воронки были заполнены водой к тому моменту если это воронки 96-го года к тому моменту им должен был исполниться год ну или чуть больше года поэтому ничего удивительного что в болотистой местности они оказались заполнены водой скорее было бы удивительно если бы воды там не было удивительно было то что внутри воронок была пена ну как бы сказать пока не могу комментировать, откуда пена там могла взяться, и второе, мы не понимали, почему воронки кажутся свежими, они кажутся взрывными, но разумно было бы, вот здесь вы видите момент рабочий, мы решили просмотреть, нет ли внутри воронок этих каких-то образцов, каких-то камней, и вот руками, несмотря на то, что вода в воронках была ледяной, естественно, это май месяц, вот мы остановились и несколько часов потратили на то, что я эти воронки вот лично, как граблями, пальцами выгреб и вытаскивал оттуда всю мелочь и все камешки, но, к сожалению, ни одного осколка предполаганного метеорита найдено не было, вот в этих воронках, значит, вот эти, так сказать, вот эти две находки, две воронки и два камня, они, как бы, с одной стороны, сильно нас насторожили, с другой стороны, сильно разочаровали. Значит, позже, как мне кажется, мы готовы были объяснить появление и того, и другого, но в 98-м году отсутствие метеоритного вещества нас, конечно, очень сильно, мягко выражаясь, разочаровывало. Нет метеоритного вещества, нет, так сказать, разговора. Но, подчеркиваю, мы чуть позже, я постараюсь объяснить этот парадокс, куда же делалось метеоритное вещество и было ли оно изначально в воронках. Я считаю, что мы действительно нашли, как минимум, две воронки, то есть, вот эти вот две воронки, они абсолютно точно метеоритные, с моей точки зрения. А вот, что касается двух камней, что называется, у меня остаются вопросы. Значит, правда, о выводах в конце. Ну, помимо этого, в 98-м год, здесь вы увидите, наверное, Мишу Генина во время прочёсывания, он изучает какой-то, так сказать, образец, найденный в лесу. Ну, попутно, так сказать, Миша занимался тем, вечерами в нашем лагере он занимался тем, что у костра мы слушали по его радиостанции, радиопереговоры станции «Мир», над нами пролетала станция «Мир», и мы слушали, находясь в глухом, дремучем Брянском лесу, слышали, как наши космонавты, собитые, значит, рассказывают о том, что они видят под собой. Это было, сказать, что это было более чем романтично и символично, конечно, это не сказать ничего. Ну, сейчас уже нет ни станции «Мир», ни других, может быть, каких-то романтических вещей, но есть, романтика осталась, Миша Генин остался, я надеюсь, мы ещё послушаем радиопереговоры с другими звездолётами в своих экспедициях. Значит, ну, прочесывания были всё более качественными, вот видите, обычно они происходили, обычно мы выстраивались на рубеже атаки, где ставилась задача, сколько мы должны пройти, по какому азимуту, и где должны выйти на рубеж встречи. Обычно и рубеж атаки, и рубеж финиша приходился на какую-то лесополосу. Лесополос там много, и фактически лес, хоть он и дремучий, но он разбит на аккуратные квадраты, километр на километр. Я уже показывал на некоторых картах, это видно, вот километровые разбивки. И вот здесь я попутно скажу ещё об одном инциденте, который имел место быть во время прочесывания эпицентра, предполагаемого эпицентра 98-го года. Надо сказать, в 97-м году мы сильно сузили район поисков, прочесав практически все открытые поля. Нам оставались, для того, чтобы закрыть эпицентр, нам оставался только район Дремучего леса. Ну, это мы и закончили в 98-м году. Почему мы последующие годы продолжали заниматься, я уже объяснил. Это была ошибка, связанная с неправильной интерпретацией разведки в район населённого пункта ключевого. Но, ещё раз говорю, на момент 98-го года мы были убеждены, что точно локализовали район падения. И вот-вот выйдем на... Просто занимаясь прочесываниями местности, мы рано или поздно выйдем на этот эпицентр. И в конечном итоге прочесывание сузилось до размера одного квадратного километра. То есть квадратного веса километр на километр. Это очень мало в масштабах того, что цепь прочесывания обычно занимает там несколько сотен метров. Вот видите, здесь как раз момент, рабочий момент, когда цепь выстраивается в цепочку. И вот как только она будет готова, будет отдана команда, и мы зайдём в лес. Сама цепочка может быть состоять из десятков или даже сотен человек. Поэтому, растягиваясь на 5-6 метров друг от друга, вот считайте, сколько сотен метров мы можем за один раз перекрыть. Значит, уже в 98-м году мы прочесывали с очень большой точностью. Значит, приведу пример. Точность задаётся, естественно, во время постановки задачи. То есть командир объясняет, по какому азимуту мы идём. И вот с момента старта этот азимут выдерживается неукоснительно. За азимутом следит каждый командир отряда, у каждого есть, естественно, компас. Если он видит, что соседи, по его мнению, где-то там забирают вправо или влево, он корректирует соседей. Но взаимокорректируясь, мы так или иначе выдерживаем общее направление. И когда выходим через километр на рубеж встречи, то практика показывала, мы за этот километр набирали ошибку не более, чем несколько метров. Это высочайшая точность. Повторите её без длительной тренировки, я не возьмусь. То есть, конечно, если мы снова поставим себе такую цель, мы там потренируемся, мы снова добьёмся такой точности. Но обычный человек, если вы зайдёте в лес, я думаю, что с такой точностью вы не пройдёте в лесу. Это невозможно. Но, тем не менее, мы такой точности добивались высокой тренировкой. И, прочёсывая вот этот последний квадрат, значит, мы прошли там один или два раза туда-сюда. И нам предстояло пройти самый сложный, самый дремучий участок. Вот, ну, может быть, это в этот момент снят этот снимок, может быть, там чуть раньше. Суть не в этом. Но в этот самый драматичный момент произошла странная ситуация, которую мне сложно как-то трактовать. Вот при всём, при том, что я рассказал, как очень точно продвигалось прочёсывание, неожиданно во время этого последнего прочёсывания, о котором я говорю, мы стали замечать, что мы подозрительно долго не выходим на рубеж финиша. Рубежом финиша должна была быть просека, очень чёткая просека. Миновать квадрат леса с четырёх, со всех сторон ограниченных просеком невозможно. Можно, если заблудился, чуть-чуть вправо или чуть-чуть влево уйти, но ты всё равно выйдешь на какую-то просеку. Ну, если со всех сторон у тебя дороги лесные, то миновать лесную дорогу незаметно невозможно. Это даже не учитывая того, что я сказал, что мы с очень большой точностью двигались. И, несмотря на это, вместо того, чтобы идти километр, мы заметили, что идём уже гораздо больше, чем километр. Идём там уже несколько километров. Может быть, конечно, субъективно, я себе отгонял мысль об ошибке, я думал, может быть, нам субъективно это кажется. Может быть, мы уже устали просто. Поэтому нам кажется, что время тянется очень долго. Но в любом случае останавливаться просто в лесу нельзя. У нас было правило останавливаться только на каком-то рубеже, где можно выстроиться, где можно пересчитаться, где можно на дороге или на просеке, по крайней мере, друг друга разглядеть. Вот как в данном случае. Потому что в лесу это сделать невозможно. Поэтому мы продолжали идти. Несмотря на то, что, субъективно, мы уже в несколько раз дольше прошли расстояние. Вот все уже, так сказать, спрашивали, что случилось. Может быть, мы потерялись, может быть, мы сбились с дороги. Но, судя по купасу, мы шли правильно. И вот спустя несколько часов мы все-таки выходим на просеку. Но просека визуально не та, которую мы ожидали увидеть. Та, которая должна была быть по карте. И та, которую мы знали. Значит, времени для выхода на нее прошло в несколько раз больше, чем планировалось. Естественно, о том, чтобы разворачиваться обратно и идти обратно, прочесывать речь не шло, потому что мы потратили на вот это последнее прочесывание несколько лишних часов. Надо было сориентироваться на месте. У нас ориентация была привязана к столбам, которые вкопаны лесниками на перекрестках лесных дорог. Все столбы пронумерованы, а у нас на карте все эти номера переписаны. И вот я послал вправо и влево разведчиков, чтобы они переписали квадраты, номера квадратов. Они вернулись, сообщили и, ориентируясь на ту карту, которая была у нас перед глазами, в общем, мы поняли, что находимся в нескольких километрах от искомой точки. Чтобы попасть в эту точку, нам нужно было по-любому миновать как минимум несколько дорог. При этом никто дороги не переходил. То есть, иными словами, это не то, что кто-то там отвлекся один или два человека, отвлеклись разговорами и незаметно пересекли дорогу, и поэтому не заметили. Нет, никто ее не видел. То есть, около сотни человек шли в бодром настроении и здоровом состоянии духа и полностью в включенном внимании, находясь во время прочесывания, не заметили, как прошли через несколько дорог. То есть, что это, как объяснить этот случай, там, телепортации или еще каким-то там странным перемещением, я не могу. Это был первый и последний раз, на моей памяти, зафиксированный, когда фактически вот случай, которые обычно классические случаи описывают во время поведения человека в блудном месте, как человек там может незаметно для него самого идти в одно место и оказаться в другом месте. Таких случаев, конечно, я слышал много, но они у меня вызывают меньшее доверие, поскольку одно дело, когда человек там собирает грибы или насвистывает мелодию, гуляет по лесу, и совсем другое дело, когда сотня человек идет с компасами, внимательно контролируя каждый свой шаг. То есть, ответственность в первом и во втором случае, естественно, кардинально разная. И, соответственно, этот случай я считаю наиболее достоверным, по крайней мере, в череде событий, которые описывают странные, подобные странные прецеденты. Объяснить этот случай я не могу до сих пор. К сожалению, этот квадрат леса так и остался, получается, недопрочесанным. Что там в этом квадрате леса находилось, мы чуть позже еще покажем. Еще один инцидент, который имел место быть в 98-м году. 98-й год, получается, очень богатый на неразрешимые загадки. Правда, он был связан с находкой, сделанной не общей группой. Общая экспедиция в 98-м году была в мае месяце, как я уже сказал. А осенью туда отправлялась группа Людиного Космопольск. Замечательные ребята, очень грамотные. Возглавлял эту группу инженер, работающий на местном людиновском предприятии. То есть, человек грамотный. Значит, и поскольку от них, от Людиного до эпицентра, в общем-то, рукой подать, поэтому они туда ездили чаще, чем мы из Москвы. И вот осенью 98-го года, в очередной раз, они отправились туда своей группой на разведку. И нашли вот странный кусок железа. Я зарисовал с их слов, поскольку, подчеркиваю, люди, они грамотные в инженерном плане, поэтому в отношении их описания, я лично испытывал большое доверие. И зарисовку, которую я сделал, я считаю, как сказать, близкой к контексту. Значит, по их словам, они обнаружили на земле лежащий кусок трубы, сделанный из предполагаемого алюминиемагниевого сплава, то есть из сплава, используемого в аэрокосмической промышленности. И предположительно, этот кусок, эта часть конструкции какого-то летательного аппарата прилетела сверху. По крайней мере, в этом они не сомневались, из-за того, что видели след от удара о березу. То есть, по их словам, вначале тело ударилось по вершину березы, там снесло часть коры и, потеряв скорость, упало рядом на землю, оставив после себя характерную вмятину. Значит, саму вмятину я видел. То есть, судя по массе, предполагаемой массе и скорости удара, можно говорить о том, что этот кусок был, ну, как минимум, там, с десяток, может быть, больше килограмм весил. То есть, достаточно массивная конструкция. Но на тот момент, кстати, говорят, слухи и разговоры о том, что у Подкоренева упал не метеорит, а БНЛО были еще велики, и поэтому ребята из Людиного космопоиска восприняли это как часть конструкции НЛО. То есть, они не считали, что это конструкция российского производства, ну, или сделанная космической отраслью какой-либо из стран. Ну, суд, наверное, в общем, не в том, чем это является на самом деле. Суть в том, что, к сожалению, сама конструкция пропала. Ребята понадеялись, что подберут ее на обратном пути, забросали ее ветками, и на обратном пути, так сказать, зашли, чтобы забрать, но, к сожалению, оказалось, перед ними в этом месте прошли сборщики металлолома. Значит, к сожалению, подчеркиваю, они даже, так сказать, видели этих самых сборщиков, металлолома там много в лесах, в основном военного, поэтому народ в 90-х годах подрабатывал там по полной программе. Вот, они об этом сообщили с горечью. Мы пытались как-то выйти на пункты приема цветметов, глютиного, надеясь, что там всплывет этот кусок то ли НЛО, то ли советской ракеты. Но, в общем, ситуация, конечно, очень плохая, безнадежная. К сожалению, найти этот кусок не удалось. Все, что лично я видел, это вот эти следы, оставленные этим объектом на земле. То есть, вот как он упал на землю и оставил отпечаток, эти следы я видел лично. Вот их я замерил линеечкой, и исходя уже из этих следов, я и пытался восстановить конфигурацию вот этой самой детали. К сожалению, подчеркиваю, на этом история этой детали и заканчивается. Увы и ах, если бы не сборщики цветмета, то, может быть, мы получили бы в свои руки разгадку. Ну и тогда мы бы сейчас говорили о том, что там упала, может быть, часть конструкции советской ракеты, а может быть, часть конструкции неизвестной, чьей конструкции. Вот. Поэтому, к слову сказать, в интернете время от времени шутки юмора такие публикуют. Увидел НЛО, сдавит цветмет. Вот. Я такие шутки вижу, но когда я их вижу, честно говоря, мне не до шуток. Потому что я вспоминаю про этот случай. Ну и есть еще у меня, так сказать, на памяти несколько эпизодов, которые вызывают чувство незавершенности. То есть, для меня эта тема тоже, так сказать, не закрыта. И я надеюсь, что, может быть, рассказывая, напоминая об этом событии, может быть, хотя бы задним числом кто-то вспомнит о том, что видел или знает, куда делся этот кусок. Так что, какая-то малая надежда, конечно, сохраняется. Еще два слова о находке, которая попутно была сделана в 97-м году, я еще скажу. Во время прочесывания задача ставилась подбирать любые необычные находки на месте. Естественно, камни подбирались, осматривались, большая часть выкидывалась за ненадобностью. Но вот один камень, который подобрали на моих глазах несколько человек, ну, в том плане, что подобрал один, рассмотрела внутри этого камня странную крапинку другая, ну, в результате получается, что эта находка, ну, как бы сказать, сделана не одним человеком, а несколькими человеками. Но поскольку эта находка проходила на моих глазах, я отручаюсь и отвечаю, по крайней мере, за то, что это не было подброшено. Поскольку очень много вокруг этой находки, эта находка получила название «Болта Адама» или «Катушки Адама», они много публиковали, много писали, много споров было по поводу этой находки, возможно, мы еще поговорим отдельно. Но поскольку там споры вокруг нее сводились к тому, она поддельная или нет, а может быть, ее специально кто-то подсунул, и в принципе, ее мог бы сделать какой-нибудь хитрый ювелир, засунуть, а что сделать? А засунуть внутрь камня электромагидную катушку. Теоретически, наверное, можно засунуть, ведь засунуть внутрь бутылок кораблики с парусами. И теоретически можно и не такой фокус сделать. Но поскольку, я еще раз подчеркиваю, находка была сделана на моих глазах, то есть вероятность того, что кто-либо будет знать, что мы сейчас будем прочесывать вот здесь вот, ну и, соответственно, кто-то возьмет и подбросит такую ювелирно сделанную фейковую находку. Такая вероятность, конечно, стремится к нулю. Я лично считаю ее маловероятной. Тем более, что внутри этого камня, как показал наш рентген, мы прорентгенили его, оказалось, что присутствуют еще несколько таких же катушек, которые еще не вскрыты. Значит, вот здесь я сейчас показываю публикацию. Об этой находке широко публиковалось в разной литературе. Вот эта публикация в японской литературе, это в каком-то из наших журналов. Вот видите рентген этого камня, внутри еще есть эти самые артефакты. К слову сказать, про болт Адама, чтобы сейчас не уходить в сторону, в связи с этой побочной находкой, подчеркиваю, она, конечно, не связана с Кореневским метеоритом, ну, разве что по месту связана. Значит, вокруг нее сейчас, ну, все последние 20 лет, скажем так, споры ведутся в основном по двум позициям. Каждая из двух позиций имеет свою, конечно, свою часть правды. Значит, одна часть, назовем это так, скептиками считает, что вот эта катушка является частью окаменевшей криноиды и морской лилии, то есть это часть древнего окаменевшего существа. Другие, соответственно, считают, что это не криноидея, не древнее животное, а именно катушка, поскольку, а, она спиральна, а не кольцеобразна, и, б, она имеет некие такие аналоги проживевших проводов. Провода, к слову сказать, лично я видел в первый день, когда один из наших товарищей чистил этот камень, он от проводов этих избавлялся как от мусора. Ну, хотел, так сказать, докопаться до сердцевины этой самой катушки, и провода эти проживеши просто выкидывал, но они, как сказать, они рассыпались в прах. Значит, на мой взгляд, я пока не придерживаюсь ни одной из двух крайних точек зрения, потому что для меня удивительным является даже не то, что криноидея иногда действительно похожа на болты или гайки, примеров тому не исчез, и периодически, когда у нас возникает разговор про болт Адама, люди, думающие, что я ничего не слышал о криноидеях, начинают мне присылать фотографии этих криноидеев. Я вас умоляю, так сказать, можете этого не делать, я их насмотрелся и в музеях, и у специалистов, и носил этот камень к лучшим специалистам в своей области, так что, так сказать, знаю о криноидеях несколько больше среднего человека. Для меня удивительным является не то, что среди криноидеи есть огромное разнообразие разных форм и обличий, похожих и не похожих на болтики, а для меня важным ключевым вопросом является наличие окислов железа в этом образце. Сами понимаете, кем бы не было животное или растение при жизни, там, миллионы лет назад или год назад, но из железа оно состоять не может. Ну, либо я чего-то не знаю. В данном случае у этого образца есть все признаки большого содержания окислов железа в этом образце. Откуда железо взялось? Оно изначально было в этой катушке? Или кто-то под ювелирным образом туда это железо, окислы железа вли? Вопрос, на мой взгляд, остается открытым. То есть, пожалуйста, в разговорах о катушке Адама, пожалуйста, не переходите на две крайности. Крайности уже отсудили. Для меня важным неотвеченным вопросом остался один. Откуда там железо? Если будет решен этот вопрос, я считаю свою миссию выполненной. Хорошо, что мы нашли этот образец, мы придали его огласки, подняли тему для обсуждения широкую. Ну, в общем, так или иначе возбудили спор, который длится уже 20 лет. А некоторые, так сказать, уже выросло новое поколение, которые, вступая в этот спор, думают, что мы ничего за 20 лет не слышали о Криноиде. Значит, в 1998 году вышел фильм на русском и японском языках о Калининском метеорите. Это вот фрагмент этого фирма. Он в свое время нашумел. Как бы сказать, был одним из таких знаковых, одним из первых хороших фирм на тему НЛО. Была еще одна находка. Видите, количество находок 1998 года просто зашкаливает. И эта находка, о которой мы тоже изначально, как бы сказать, не знали, столкнувшись случайно во время прочесывания, вот как выглядел этот момент, во время прочесывания, когда цепь прочесывания прошла вперед, я задержался, решая вопрос с человеком, который отстал. То есть во время прочесывания отстал один человек, и вот я задержался. Из-за этого мы догоняли быстрее цепь прочесывания и догоняли, как бы сказать, передвигаясь уже куда глаза глядят, и случайно вышли на эту воронку, вот, которая на этом снимке. Воронка, видно, что старая. То, что она взрывная, то есть Ренаповская воронка, сомнений не было. Но вместо запомнили и сюда вернулись. В надежде, конечно, а вдруг эта воронка все-таки наша метеоритная. Вот, но очень быстро стала понятна причина возникновения этой воронки. Прошла она от падения советского самолета во времена войны. Значит, на этом самолете были найдены останки, вот, в данном случае это останки шасси, там же есть и куски пулеметной турели, и пулеметная лента, и даже шлемофон летчика, так простреленный самого летчика мы не нашли. То есть, возможно, его, ну, может, его разорвало, может быть, его похоронили, но шлемофон остался в воронке. Шлемофон остался у нас в музее. Я надеюсь, мы его выложим еще в музее. Но, так или иначе, вот, некоторое время мы затратили на поиски, на обследование этой воронки, и занимаясь расследованием, невольным расследованием историй, а кто погиб, кто из летчиков погиб в этом самолете, мы неожиданно для себя открыли, ну, не, как бы сказать, неизвестную, ну, для нас, по крайней мере, неизвестную часть истории. Конечно, на такие истории курсы были того, что в этом месте, где упал Корелевский метеорит, пропал, в 43-м году пропал сын Никиты Сергеевича Хрущева, Леонид Хрущев, это старший сын Хрущева, и он пропал во время самого первого боевого дня, это был не первый его вылет, это был вылет после ранения. Человек, подчеркиваю, в том, что мы занялись расследованием истории Леонида Хрущева, нет ни намека, ни полнамека, как некоторые пытаются представить, какого-то политического занятия. Для меня, вот в данном случае, тема его отца, Никиты Сергеевича, как бы сказать, она почти не существует, почти в том смысле, что на самом деле, раз у такого, раз у Леонида был такой отец, и тем не менее, он, мальчик-мажор, не отсиделся в тылу, а отправился на фронт, и отдал свою жизнь, в общем, наравне с миллионами других советских людей. Для меня, честно говоря, делает эту историю, уважение к нему еще более, так сказать, больше. И я считаю, это долг чести воздать всем, не только Леониду, но и всем погибшим и пропавшим без вести на фронтах войны. Вот, поэтому попутно мы занялись и этой историей тоже. Занимались историей поисков самолета Леонида Хрущева, и занимались ей отдельно, ну и параллельно, и отдельно еще несколько лет. Но об истории поисков, обнаружения самолета Леонида Хрущева я уже рассказывал, докладывал. Возможно, как сказать, мы еще вернемся к этой теме. К сожалению, несмотря на то, что самолет Леонида Хрущева найден, как я считаю, несмотря на это, уже прошло много лет, то есть это вот 98-й год, нашли мы самолет Хрущева в начале 2000-х, но прошло уже 16 лет, выходят все новые и новые передачи про загадку судьбы Леонида Хрущева, и в этих новых передачах по-прежнему перемывают старые кости, и по-прежнему, говорят, судьба его неизвестна. То есть пропал без вести. Ну, читай, то ли сдался в плен, то ли чего, в общем, думайте сами. То есть, короче говоря, что-то в этой истории мутно все. Тем не менее, напомню, мы нашли самолет, погибший самолет, мы нашли живых очевидцев, которые два человека, старик и старуха, которые, будучи мальчиком и девочкой, помнили, как доставали из разбитого самолета тело Леонида Хрущева, то есть, для них эта история однозначно закончилась гибелью этого героя. Но вот я с горечью говорю, несмотря на то, что для меня лично эта история закончилась, я считаю, он не пропал без вести, он погиб, но, тем не менее, так сказать, эта история все еще перемывается и все еще преподносится как со знаком вопроса. Но, тем не менее, для нас это был побочный все-таки эффект, побочное занятие. Вот экспедиция 99-го года, видите, мы уже выезжали из Москвы на автобусах, дожидали до места, уже, вот очередное прочесывание, людей все больше, ну, некоторые статьи я мельком покажу. Вот как выглядел наш лагерь, вот начиная с 99-го года и, как бы сказать, по сию пору лагерь, который мы выбрали окончательно для места совопозирования, мы условно называем четвертый лагерь, то есть всего было перебрано 4 варианта. Вот на четвертом остановились, это самое удобное в плане добирания, в плане выхода на прочесывание, и самое близкое к эпицентру, и самое близкое к роднику, вон там родник находится, ну и площадка с четырех сторон ограниченная лесополосами, то есть очень удобная, защита от ветра прекрасная. Ну, еще несколько статей, к слову сказать, за поиски самолетов в этом месте, а нам пришлось перебрать несколько вариантов, в 2000 году даже наградили за это, ну, еще несколько статей, еще несколько, вот наш лагерь 2002 года, это место лагеря уже не менялось, попутно несколько раз мы проводили авиаразведку, ну, вот летали несколько раз, в некоторых случаях благодаря нашему суперавиатору Лапину летали на мото-дельтаплане, на мото-параплане, в некоторых случаях, когда бензин заканчивался, видите, здесь вручную параплан заводили, то есть без мотора, в общем, летали самоотверженно и вопреки, наверное, технике безопасности. Значит, помимо этого, я покажу несколько снимков вывола, который находится, ну, он и сейчас, наверное, находится, сейчас он уже зарос, вероятнее всего, но тем не менее, так сказать, следы какого-то воздействия, верхового воздействия на эпицентр было. Ну, в данном случае это свежее воздействие, не метеоритное, а скорее ураганное, но больше всего нас, конечно, интересовали вот эти вот следы от попадания шапнели или попадания каких-то обломков на следы, относящиеся к 96-му году. Ну, такая славная дорога к лагерю, когда это последняя, так сказать, большая экспедиция, сейчас коротко покажу. вот так выглядит дорога в мае месяце, если кто-то поедет туда, имейте в виду, так сказать, вас ждет вот такого незабываемого путешествия. Но проехать, тем не менее, можно, то есть проезжали всегда с помощью помощи товарищей. Это посадка в последнюю экспедицию здесь в автобусы возле станции метро. Ну и вот последний лагерь 2003-го года, осмотр воронки, строительные работы, там работы были очень хорошо налажены, ну, прочесывание, выход на прочесывание. Это состояние воронки на 2003-й год. Вот видите, здесь кольцо от самолета лежит, под окном, подобрали, положили, чтобы оно не потерялось. Ну, личный состав экспедиции. Вот коллективная фотография на прощание, ну, и улицы нашего метеоритного городка всего палатки располагались, по-моему, шестью или пятью или шестью улицами. То есть фаотично нельзя было ставить, чтобы можно было ходить. Обязательно только по линиям ставить, иначе пройти невозможно было. Вот выход на прочесывание, на поиски. Ну, и последнее взятие проб грунта. Последний май был особенно холодным, и вот мы застали еще снежки. это май месяц, на самом деле. Ну, вот самолет это снег выпал в мае месяце. Ну, фактически вот здесь большая часть командиров, ну, и часть командиров этого поиска Александров, Лушников, я, Петухов. Ну, здесь еще, конечно, многие отсутствуют, Генин, в частности, там, Пряничников, ну, и многие-многие другие. Власенко, флаг Космопоиска. Ну, когда мы коллективно фотографируемся во время экспедиции, вот вспомните эту фотографию, обычно в Коренево фотографирование занимает несколько часов, поскольку нужно, вот складывали все фотоаппараты, их было обычно больше сотни. Вот пока все не сфотографируют, вот так это происходит коллективное фотографирование. Так что, то, что мы сейчас там одну-две фотографии делаем, а потом размещаем для всех в интернете, это, можно сказать, это так, шуточки. Ну, последнее прочесывание. Вот заключение несколько коллективных фотографий, ну, понятно, что всех показать, всех участников экспедиции, там, 97-го, 98-го, 99-го, 2000-го, 2001-го, 2002-го, 2003-го, и на самом деле экспедиции было 13 штук. Я показываю, конечно, далеко не все. В общей сложности полторы тысячи человек приняло участие. Ну, много публикаций, в том числе и в книгах выходило, некоторые я покажу. Вот, ну, иллюстрации из книг вы узнаете, как бы сказать, они, некоторые из них вы уже видели. Вот, наконец, ну, мы подобрались к главному, к 2003-му году. Почему в 2003-м году были прекращены экспедиции под Кореново? Не потому, что разобрались с тамошними загадками, а потому, что в совсем другом конце нашей страны, в Иркутской области упал другой метеорит. И мы отправились на поиски более свежего метеорита. И поскольку к моменту поисков Витимского метеорита 2003-го года у нас был большой опыт Кореневского метеорита, к счастью, там мы действовали несколько, так сказать, по-другому. Мы более ответственно относились к разведкам, понимая, что от точной разведки зависит половина успеха, мы очень внимательно относились к тому, чтобы пребывать на место поисков не тогда, когда комфортно, а тогда, когда еще холодно. Основное требование при поисках подобных объектов выезжать именно еще в конце зимы. поскольку этот опыт Кореневский не дался простой ценой, определенный плюс от этого на Витиме получился. В результате на Витиме нам удалось найти по свежим поискам ледяные тела, которые оказались в воронках Витимских, которые не успели еще растаять к моменту нашего прибытия, поскольку мы прибыли в конце зимы в эпицентр. И оглядываясь назад, я сейчас показываю вам, демонстрирую на снимке иллюстрацию макросъемку Кореневского того самого тела, которое мы искали много-много лет. Вернувшись с Витима с опытом поисков Витимского тела, мы повторили то же самое малым составом в Коренево. Вернулись только уже без прочесывания на то место, которое прочесали до этого и взяли пробы грунта так, как мы это сделали на Витиме. И к нашему, так сказать, к нашей радости оказалось, что в первой же пробе грунта оказалось положительное содержание пробы кометного вещества. Вот то, что сейчас показывают, это макросъемка объекта, который можно назвать Кореневским метеоритом. Объект, который изначально, так же, как и Витимский, так же, как и, возможно, Тунгусский, состоял из грязного льда. Объект, который, естественно, со временем растаял. Именно по этой причине мы не сумели найти внутри воронок 98-го года ни одного твердого тела, просто потому, что к моменту нашего прибытия эти ледяные тела растаяли. Но, как оказалось, внутри этих воронок и рядом с ними оказалось запредельное содержание кометных микрочастиц. В данном случае под кометными микрочастицами я подразумеваю так называемые стример-глазы и курсорки. То есть, элементы, стекловидные элементы, которые, как считают специалисты, могут возникнуть только в условиях невесомости. Согласно существующей теории, это и есть микрочастицы кометного вещества. То есть, иными словами, возвращаясь к описываемым событиям, можно подвести итоги следующие. Разумеется, 20 лет назад мы не знали всего того, что знаем сейчас, мы не имели того опыта, который приобрели за эти 20 лет. И, понятное дело, оглядываясь назад, я по-другому, безусловно, бы ставил саму последовательность и очередность методику проведения подобных поисков. Но, что называется, не пишется в сослагательном накладе, как есть, она заслуживает того, чтобы принимать ее и делать из нее выводы. Значит, суммируя все то, что мы знаем, я подвожу итог. Да, теперь мы убеждены, что мы можем объяснить показания очевидцев, которые рассказывали, что тело перед, кореневское тело, так же, как и, солодка, тунгусское, перед падением совершало маневры. Вероятнее всего, это объясняется тем, что летело несколько тел, ну и последовательно, пролетая, каждый из них вспыхивая, вместе они создавали иллюзию такого движущегося хаотичного тела. На самом деле, основной объект, который я изобразил на этой схеме, это такая сводная схема с указанием квадратов поисков, на самом деле объект, о котором я говорю, упал примерно там, где завершается траектория вот этого самого тела. То есть, это тот самый злосчастный квадрат, который нам не удалось до конца прочесать из-за более чем странной ситуации во время прочесывания, имеющей место быть во время прочесывания. Значит, на сегодняшний момент известно, что максимальная концентрация кометного вещества находится как раз в этом районе и еще как минимум в двух районах. Район четвертого лагеря, о котором я говорил, находится здесь, район Коренева на этой схеме здесь, район аномального холодильника, назовем это так, здесь, а район падения Леонида Хрущева за пределами этой карты чуть-чуть восточнее. Значит, неотвеченными вопросами на сегодняшний момент являются следующие. к сожалению, не решен вопрос со всеми аномалиями, со всеми теми аномалиями, о которых я говорил, с болтом Адама, с холодильником, с знаменитым Паковым мостом, который находится здесь, о котором я не упоминал, с иными какими-то местными достопримечательностями и загадками, кстати, не имеющие прямого отношения к нашим событиям, важным и ключевым вопросом, который, на мой взгляд, требует дальнейшего изучения и попыток дальнейшего решения. Вот такими, среди таких вопросов, я напомню, является вопрос идентификации объекта в виде трубы, который был найден группой Людиного космопояс в районе чуть-чуть северо-западнее относительно эпицентра. И самое главное для меня во всей этой истории является вопрос о том, с чем связано свечение, долговременное свечение в течение трех ночей после падения, ну и все те эффекты сопутствующие этому явлению. то есть насколько они являются следствием падения кометы или же так сказать следствием каких-то иных физических явлений, в настоящий момент этот ключевой вопрос до сих пор не отвечен. То есть в случае, если нам удастся найти на него ответ в эпизоде Скоренева, я думаю автоматически мы ответим на этот вопрос и в Тургусском случае и в Витимском случае. Но во всех этих эпизодах вопрос со свечением так пока и остался не отвечен. Ну и в заключение я покажу бегло несколько событий косвенно связанных с Коренева, точнее это последствия этих событий, несмотря на то, что интенсивные экспедиции закончились в этом месте с 2003 года, но выезды на это место эпизодически продолжаются. Если кто-то захочет поехать на разведку на это место, я против не буду, наоборот снабжу этих людей нужными инструкциями. Тем более, что нам очень приятно и интересно наблюдать это место в динамике. Мы наблюдаем, например, место эпицентра Тунгусского метеорита в динамике уже более 100 лет, но вот здесь прошло только 20 лет. За это время было издано несколько книжек с описанием этих событий, но в частности книга 2008 года «Энциклопедия загадочных мест Калужской области». было несколько докладов сделано, в том числе этот доклад в 2014 году посвященный Кореневскому метеориту. Он делался по просьбе специалистов из Дубнинского ядерного центра. Это книжка 2015 года посвященная по большей части истории Кореневского метеорита. Это доклад прошлого года в Петропавловской крепости в Петербурге, посвященный этому событию. В этом году, менее месяца назад, этому событию был посвящен доклад на Циолковских чтениях в Калуге, символично, что это происходило опять на Калужской земле. вот эти тезисы этого доклада на Циолковских чтениях. Несколько дней назад, как я уже сказал, это было 7 октября, годовщину, 20-го годовщину этих событий, было торжественно, ну, торжественно, конечно, громко сказано, но, так или иначе, встреча и доклад в Смоленском планетаре, тоже символично, что это произошло на земле Смоленской области, где начались эти события, вот фрагмент этого самого доклада. Ну, и, как бы сказать, разумно, что заканчивается сегодняшняя лекция, собственно, афишей сегодняшней лекции. Я думаю, что, конечно же, этим эта история не заканчивается, заканчивается 20-летие этого события, ну, я думаю, что нужные выводы каждый из нас сделал, в случае, если произойдет подобное событие, а оно произойдет обязательно, как показала дальнейшая практика, если до 96-го года мы не задумывались о том, что где-либо, кроме как на Тунгусе, нам придется сталкиваться с подобными эффектами, и для нас, как гром среди неясного неба, прозвучал взрыв над Калужской, Смоленской, Брянской областями, то после этого взрыва 20 лет назад мы уже не столь категоричны были в своих убеждениях, и мы ожидали, что что-то подобное периодически будет происходить, и что-то подобное действительно происходит, поэтому позвольте мне сегодняшний доклад закончить уверенностью в том, что опыт этого второго Тунгусского метеорита, так он тогда назывался, сейчас этих вторых Тунгусских метеоритов слишком много, чтобы их называть вторыми, поэтому я их называю просто Тунгускоподобными взрывами, или Тунгускоподобными объектами, сейчас их много, но как только произойдет следующий, а следующий произойдет не очень скоро, я думаю, что нам ждать не более двух лет такого события на территории России, как только это произойдет, считайте, что мой сегодняшний доклад автоматически означал прелюдию к старту новой эпопеи, новых исследований, конечно же, с учетом старых ошибок, с учетом нового опыта, новых наработок, так что я очень надеюсь на то, что с каждым новым разом опыта будет все больше, ошибок все меньше, находок и артефактов интригующих и разных все больше и больше, спасибо за внимание, если есть короткие вопросы, вопрос у нас остался очень мало времени, спасибо. Маленькие дополнения к сюжету, значит, во-первых, вот эта ночная экскурсия, которая была в ночь 30-го, на 1-е мая 96-го года, это была первая в Мейнош музея, она была проведена примерно за 3 недели до того, как прошла первая официальность в музее, это надо нам как-то зафиксировать и второе, значит, ну, с самого начала задавался вопрос, а как среагировали наши военные, видели ли что-либо, были ли обнаружены падения это, значит, среагировали, совершенно недавно, совершенно случайно, я подозревал следом, который говорил от имени военных тогда ответ на этот запрос, к сожалению, ответ был предсказуем уже тогда, и он последующим, тогдашние наши системы противоактивно-космической обороны не вели этот объект и не могли его вести, потому что траектория его радикально отличается от того, на что они настроены. Они настроены на цели арбитральные и баллистические идущие с Земли на Землю. На цели, идущие из дальнего космоса они тогда настроены не были. Поэтому взрыв был, взрыв напугал, потому что он совсем наверняк отказались предпринимательные дивизии, тоже не секрет. Но ответ был такой. Про сейчас, в обуточку сейчас это информационный секрет. Ну, скажем так, благодаря тому, что мы внимание к этому вопросу подняли, я думаю, сейчас уже лучше наши возможности. Короткие вопросы, если можно. А какое это самое в отношении содержания общества влеза? В человеческих этих самых компасах? Нет, нет, в катушке. А муки железа в катушке. Там следовое содержание, очень четко видимое, процент там, наверное, можно его вычислить, но, поскольку его хорошо видно, в самом факте содержания сомнений нет. На цветных снимках, если, так сказать, заинтересует, я на цветные снимки, хорошие контрастные покажу. Собственно, у меня выложены на страничке, там отлично видно пятно жарчины. Еще есть вопрос? А были еще эпизоды хрона аномалий в этой области? Повторялись ли это? Такие массовые это действительно очень сильно выдающиеся. То есть единичные на уровне один человек пошел по воду, пошел в одну сторону, а вернулся с противоположной стороны. Таких эпизодов было много, но поскольку... Именно в этой области. И даже в этом районе. Но поскольку, вот сами понимаете, ответственность одного человека, ответственность и внимание одного человека несоизмеримо с ответственностью и вниманием сотни человек, понятно, что у меня доверие к этому случаю на порядок больше, чем ко всем остальным рассказам вместе взятым. В ракам не обнаруживая кризис. Да, озвучь коротко. Два. Два. Про металлоискатели использовали в работе или нет? Использовали, но металлоискатели в метеоритных поисках используются как вспомогательные, потому что во время прочесывания больших площадей человеческий глаз гораздо эффективнее, чем металлоискатели. металлоискатели достается только, так сказать, на последней фазе, когда требуется отсепарировать конкретную находку или проверить воронку, или проверить какой-то небольшой участок, но при поисках на площадях его использовать нереально. А вот сейчас читаем, а как насчет того, что во время взрыва выражировал самолет с Шайковки как вам этот факт улетел? Ну, во-первых, это не факт, а слухи, во-вторых, паражировать он в 22 часа там точно не мог, то есть в это время все нормальные летчики давно спали, вот в другое время, да, слухи о том, что с Шайковки там кто-то летал, до меня доходили, но опять же, давайте называем это слухами, конкретно с тем летчиком, который летал, нам не удалось связаться, поэтому, к сожалению, вот этот рассказ, или, точнее, показания этого летчика остались на уровне легенд, выличек, то есть фактов это назвать я не могу. Тебе еще привет словно передает? Ну, привет ему, ладно, оставлю. Выслали координаты, я тебе их переписала. Хорошо. Еще вопросов нет? Да, вот вопрос насчет вот этого болта, типа катушка индуктивности, которая была, знаете, насколько я помню с описания, значит, там, вот, скажем так, это целиком известняк, то есть следов металла, ну, то есть следы в очень мизерном количестве, но мне неизвестен, скажем, процесс, ни химический, ни механический, чтобы, например, металл, будь то медь, там, серебро, железо, или еще что-то, вот так, необратимо растворилось, вот, а сохранение формы произошло бы именно через известняк. Сколько угодно, это очень типичный процесс в палеонтологии, заменяются, то есть, заменяются атомы любого вещества, в том числе и металла, на атомы из сопутствующего материала, то есть, атомы из объекта диффундируют вещество камня, и, соответственно, идет взаимозаменяемость этих самых одних атомов на другие. Нет, ну вот простой пример, если взять какой-нибудь сложно структурированный, скажем, технический предмет, да, вот, закопать землю или там в породе, вот, например, железо будет ржаветь, при этом, по мере образования ржавчины будет потеря формы, это неизбежно. Нет, совсем неизбежно, нет, нет, нет. Малахит, например, вот как образуется, вот тоже, как бы, при обычном окислении меди, кстати, вот, медные монеты, вот, когда вот образуется зеленый слой, значит, у, скажем так, у бронзовых изделий, у латунных, вот, как ни странно, вот этот слой малахита в химическом отношении, вот, так вот, значит, все равно происходит потеря формы. Значит, еще раз, потеря, формы, или наоборот, четко сохранение формы, это сочетание очень многих факторов, чрезвычайно многих, то есть, единого такого правила, что форма должна быть потеряна, и все в прах должно раствориться, или наоборот, форма должна быть сохранена, там, как, абсолютно неповрежденный, такого единого правила нет. Оно зависит от конкретных местных условий. Именно отсюда, к слову сказать, зависит, превратится ли в камень скелет, там, какого-нибудь динозавра, или он тоже растворится, рассыпется в прах. То есть, какие-то скелеты превращаются в камень, а какие-то нет. Я поясню, значит, с костными останками вопрос более простой, потому что там химическое, ну, определенное сходство есть. Именно любых костных останков и, допустим, породы известняка. Поэтому я допускаю там процессы кристаллизации и сохранения формы. А вот, например, с металлами, скажем, вот металлическая катушка, которая может пройти процесс растворения, там, скорее всего, все-таки потеря формы. А вот, Вадим, я вам хочу спросить, как вот, если такое предположение и такая гипотеза, значит, такая версия проецирования, то есть, условно говоря, это, своего рода, как некий проекционный экран, ну, условно говоря, есть некий источник излучения, фильтр, ну, типа слайда. А это не что иное, как некая, значит, структура типа экрана, которая проявила в себе какие-то вот качества. То есть, условно говоря, оно выросло по заданной программе. То есть, там не было никакого металла, а, условно говоря, значит, эта структура сама сформировалась, например, в известняке, но под действием, допустим, вот некой проекционной структуры. Я благодарен за такую фантастическую версию. Я, честно, слышу ее впервые. Если ты как-то разовьешь эту идею, наверное, она всем будет интересна. но я не готов говорить. Я не думаю, что здесь, кроме тебя, есть специалист в этом вопросе. это скажем по аналогике, как, например, следы на плоту Наска или даже на той же медведевской гряде есть, например, полосы, которые совершенно прямые. То есть, версия проектора как раз очень хорошо это все объясняет. Хорошо, хорошо, с твоего позволения, мне кажется, это плавно перетекает на какую-то более, на какую-то другую ступень. В во всяком случае, от темы Кореневского метеорита мы точно сейчас уйдем. Поэтому, с твоего позволения, давай сделаем паузу, обдумать услышанное тобой. Все? Два камня в лесу найденные утерялись? Да, я про это не сказал. Спасибо, что напомнили. я сказал, что большая часть находок была сделана в 98-м году. Не все, но большая часть непонятных находок. Часть находок утерялись, как труба подобрана, видимо, ловцами за цветметом. А часть находок мы повторно могли найти. Но там ничего уже не было. Например, две воронки, о которых я говорил, две воронки, которые были еще свежими в 98-м году, мы их находили уже в 2005-м году. Но уже, естественно, сильно деградированными и только, так сказать, координаты этого места подсказывали о том, что это те самые воронки. Точнее, то самое место. Ну и также пользу их метеоритного происхождения было то, что там высокое содержание вот этих самых комменных веществ. Что касается тех двух камней, которые остались только на фотографиях. Значит, мне казалось, что мы запомнили отлично их местонахождение. Но все последующие годы, сколько мы не прочесывали это место, это пятачок буквально там, ну, не знаю, очень небольшой, там, 100 на 100 метров. Найти эти камни больше никто не может. Значит, из чего я осторожно делаю выбор. Конечно, есть конспирологическая версия, кто-то их своровал. Я сильно в этом сомневаюсь. Это очень дремучий лес, без дорог. Есть, конечно, второй вариант, более щадящий, мы просто, так сказать, потеряли координаты. Но, опять же, эти координаты помнил не только я, и дорогу помнил не только я, есть вероятность, что все-таки мы запомнили правильно. Есть третий вариант, он более, мне кажется, правдив. Как показала практика таких же поисков в других местах, в частности, на Алтайском метеорите, это уже 2007 год, если мы находили находки в первый год, то мы их находили. На последующие года эти же камни растворялись. Они чрезвычайно не сильно выдерживают влагу. Они при нахождении в облаженных условиях просто очень быстро деградируют и рассыпаются. В доказательство будете в нашем музее космопоиска, обратите внимание, под витрины в сухом месте, в комфортных условиях лежит образец подобного метеорита. Он не под благой лежит, не под дождем, но он рассыпается на глаза. То есть под ним, если пыль не собирать, ним раз в месяц черные точки образуются. Это сыпется с него труха. Он просто долго не может пережить воздействием осадков. То есть у меня есть подозрение, что эти камни просто не пережили несколько лет. Тогда это уже не наши земные камни, которые были. Видимо, да. Но я думаю, что вы меня простите в том смысле, что когда мы их нашли, мы, конечно, еще этого не знаем. Спрашивают есть ли фунт, да, по туристам? Возапасниках есть, да. все, на этом разрешите всем сказать спасибо и закончить сегодняшнюю трансляцию. Напомню, в следующий вторник у нас здесь же лекция Александра Белова по палеонтологии, а через вторник у нас здесь же лекция специалиста по дешифровке фотозаписи. Условно говоря, называется лекция «Как распознать фальшивые изображения и налог». Все, спасибо за внимание, послезавтра встречаемся в Шатуре на лекции в Шатурском районе. До свидания всем.